Суровый веб. Тот самый подкаст от eWebDesign из Челябинска. 10 золотых правил UI-дизайна. Оправдание туго-думов. Редизайны логотипов к Новому году. Редизайны логотипов к Погнали! Мы с вебками пишем, чуваки. Всем привет! С вами подкаст Суровый веб. 220 выпуск. Пишем в ночь с 7 января на 8. Уже 5 минут, как в Челябинске, 8 января. Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Тарасов. Привет всем в новом 2020 году. И привет всем, кто обновил свои знания. Я не знаю, зачем я это сказал. Я вообще хотел у тебя спросить, какие, Саня, на самом деле твои любимые новогодние фильмы? Блин, знаешь, вот два года назад можно было отвечать Крепкий орешек. Все-таки, блин, что нифига, там что про Новый год? А сейчас уже это мем, что Крепкий орешек это новогодний фильм. Да, уже невозможно так никого удивить. Может быть, советские фильмы какие-то? Может быть, банальные? Блин, ты... Хочется сначала твой ответ узнать. Я бы сказал, смотри, из советских я бы точно назвал «Бриллиантовую руку» и Ивана Васильевича, который меняет профессию. Это фильмы Гайдая, насколько я помню. «Бриллиантовая рука» точно Гайдай, а Иван Васильевич меняет профессию? Ну, тоже, наверное. Скорее всего, там Шурик, а там не Шурик. Уже думать, как Тарантино, он снимает же одинаковых Шурик одного снимает. Иван Васильевич меняет профессию в Гайдайе. Все верно. Вот, как минимум эти два. Потом я очень люблю... Вот это нестандартный ответ. Очень люблю фильм, который называется... Я говорил сто раз, опять же, на стримах, но скажу еще раз. Люблю очень «Джингл all the way», который в переводе на русский, значит, «Подарок на Рождество». Не смотрел, даже не слышал, кто такой. Фильм со Шварценеггером. Тоже очень старый фильм. Там играет чувак, который играет Энакина Скайуокера в первые «Звездных войнах». Вот этот мелкий чувак. Вот, он играет сына, а Шварценеггер играет отца. И там очень классно, супер настроенческая такая Мэри-Крисмосовская тема. Тоже рекомендую всем. Но сейчас ушел год. Ушел же. Рекомендую, подкаст в марте выйдет. Кому это надо будет уже? Там, блин, сел. Все уже даже елки уберут. Что еще? Вот эти три фильма точно. «Крепкий орешек» — да, но здесь, не знаю, его много смотреть. Каждый раз его смотреть. Ну, можно, в принципе. Там, тем более, Алан Рикман, который, значит, в «Гарри Поттере» снимается тоже. Уже не снимается, к сожалению. Да, да. Вот какие-то такие фильмы. Ну, кстати, «Гарри Поттеров» тоже многие пересматривают в Новый год. Настолько длинные каникулы, что есть время пересмотреть всех. Ну, хорошо, хоть не фантастических тварей. Может быть, и это когда-то войдет в традицию. Может быть, кто-то будет пересматривать самую последнюю трилогию «Звездных войн», типа «Седьмой», «Восьмой», «Девятый». И такие извращенцы найдутся в какой-то момент. А потом еще последний сезон «Клиники». Бэм! Да, это из тех же, да, из тех же любителей. Десять из десяти полных. Вообще, ну, давай так. Из банальных нерусских – это один дома. Угу. Так. Вот. Это хороший выбор. Из банальных русских – Иван Васильевич меняет профессию. Так. Из небанальных русских – самое обаятельное и привлекательное. Ну, это небанально. А его вообще повторяют? Вот его тоже каждый раз показывают на каком-нибудь там культуре. ТВЦ. Ну, типа того, да. То есть, ее, в принципе, показывают периодически. Я просто люблю этот фильм, потому что там совок сильный показывают. Угу. Ну, кстати, к банальным еще и этот «Служебный роман». Угу. Ну, это «Новосельцев». Вот, да. Там еще, кстати, был же этот мем, что там сделали стоп-кадр, когда они заходят к ним, вот это здание, и там именно вывески, и они буквально там на секунду мелькают. А поскольку художественные чуваки, в смысле, которые занимались творческими профессиями, типа там режиссеры, актеры и так далее, они были против совок и против там худсоветов и так далее. Пятая колонна. Вот, да-да-да, типа того. Они там на вывесках «Ничего» и всякие другие, типа, пасхальные названия. Угу. Вот. Я не знаю. Я, кстати говоря, скорее всего, возможно, какая-то далекая отсылка к Стругацким, потому что у них было «Ничего» в понедельник, начинается в субботу, если кто-то это читал. Может быть, но там, кроме этого, там еще, типа, главстрой говно. Ну, там не главстрой говно, но там именно нелепые, несуществующие названия в духе именно советских таких названий. Я понял. Что, типа, там есть ведомство, которое отвечает там за люки в городах там и так далее. Сейчас-то мы понимаем, что лучше бы было это ведомство, и хоть кто-то бы за что-то отвечал. Хоть как-то. Вот. Но, да, в тот момент над этим так смеялись, и, конечно, такое. Хорошо. Мы сегодня новогодние, да, но темки-то у нас все-таки есть. Темки у нас все равно айтишно-гиковско какие-то, и я предлагаю нырнуть, занырнуть в них. Давай, давай начнем. Просто, во-первых, дадим каких-то новостей людям, которые сидели вот все эти выходные, вообще, мне кажется, лежали в салатах без информации, а мы сейчас им тут про Apple весь подкаст. Классика, классика, да. Они-то уже и соскучились, они не знают, что там, как вообще в Apple происходит. Без нас же никто не поминает их. Интересно, Тим Кук празднует или нет Новый год? Какой у него любимый рождественский фильм, интересно? Горбатая гора? Ладно. Так, хорошо. Смотри, первая новость с theverge.com. У нас нынче происходит в Лас-Вегасе суперконференция CES 2020. Это челябинская entertainment system. Да. Это ежегодная конференция по этим, по всяким электронным новществам, именно из бытовой электроники, типа там телеки, интернет вещей, роботы, пылесосы. Я думаю, секс-игрушки, возможно, тоже есть. Точно не знаю, но не удивлюсь. Так вот. И, короче говоря, кроме всего прочего, во-первых, конференция еще не закончена. Поэтому, если что-то еще супергромкое будет происходить, кстати, об Apple, они тоже хотели там появиться, но они хотели там стендик показать о том, как они классно проеватят нашу информацию. Не раздают ее никому и так далее. Какие-то там похвастаться, короче, как они круто за нашей информацией следят. И там именно сайклаудов сливы такие должны быть. Там, да, новые сливы просто сайклауда покажут. У этих людей были пароли QWERTY, поэтому так случилось. QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6. У этой Дженнифер Лоуренс опять QWERTY. Вот, вот, да, да. Ну, кстати, никто ведь ни на кого даже в суды не подавал в тот момент. Потому что реально, они, наверное, все понимали, что, ну, ну да, QWERTY, ну да, в следующий раз хотя бы единичку добавлю, первую букву заглавную сделаю. Так-то точно уже никто не догадается. Ну так вот, кроме всего прочего новостей, которые оттуда исходят, они в общем все достаточно такие бредовые, типа того, что в новых телевизорах, там, LG представила новый двусторонний телевизор. Или там в новых телевизорах Sony будет поддержка AirPlay 2. Или, опять же, в телевизорах LG будет встроенное приложение Apple TV. Опа. То есть, или там у новых каких-нибудь автомобилей, там, CarPlay 2 какой-нибудь. Ну, это такой бред, который, заметьте, я только про Apple сейчас сказал практически, да. Вот такой какой-то весь бред будет, и мы как-нибудь потом, может быть, через неделю саммари, какой-то сделаем. А может и не сделаем. То есть, как правило, это скучный бред. Но, опять же, например, Intel и AMD там показывают какие-то новые процессоры, хвастаются, что они будут лучше, чем у этих и у тех. Вот, поэтому... Там меряются письками инженеры, как обычно. Да, 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 так. Там инженеры меряются письками, и в принципе, как-то, ну, это в общем интересно. Я имею в виду про Intel AMD, NVIDIA, вот это все, что они там новое представляют. Вот, но, опять же, это анонсы, и все равно это впрод пойдет, дай бог, к сентябрьским праздникам, когда в школу детки пойдут, чтобы им новые видяшки купили, вместо того, чтобы учиться. Ну, так вот, одна новость заинтересовала, так сказать, нашу редакцию. Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth групп, которые именно чуваки, которые говорят, так вот, Bluetooth будет двигаться сюда. Вот. Это не значит, что все вендоры, кто, ну, Bluetooth к себе в устройство встраивает, сразу же последует там этим. Это как CSS working group, короче говоря. Потом еще браузером это все имплементировать. Так же и здесь. Электронным вендором это все имплементировать еще. Но как бы это ни было, Bluetooth групп сказали, что, чуваки, мы все поняли, надо добавить в Bluetooth такие-то фичи. Первое – это кодек Low Complexity Communication кодек или сокращенно LC3. 3, потому что 3 буквы C. Complexity Communication кодек. Вот. Это новый универсальный кодек, который будет не говно. Мы здесь несколько подкастов назад рассматривали темку о том, что дефолтный кодек SBC, который сейчас используется в Bluetooth, у него очень маленький битрейт используется. И, соответственно, качества с ним прям поганые. Но зато он универсальный. Он есть и на андроидах, и на Apple, и на любых даже самых старых Bluetooth наушниках он поддерживается. Именно поэтому его поддержка обязательно во всех устройствах. Просто, ну, для… как фоллбэк. При этом есть всякие проприетарные штуки, типа Qualcomm APTX, там у Sony свой кодек какой-то вышел. И у Apple, соответственно, ACC. Или, а нет, AAC, Advanced Audio Codec. Вот так он у них называется. Вот. И, соответственно, мы разбирали, почему AirPods лучше звучат на iPhone, а Sony наушники лучше звучат на Android или на компьютерах, типа там, на десктопах или лэптопах, где можно установить драйвера и сделать так, чтобы были задействованы именно вот эти кодеки, они отсылали в суперкачестве звук. Но просто вот с iPhone соневские наушники звучат как говно. Ну и, соответственно, вы поняли. То есть, это нужно всегда держать в голове, что блютусные наушники – это всегда компромисс между качеством и удобством, который на улице, удобство. Короче говоря, в блютусе новой, в новом блютусе, здесь нету какой-то цифры, типа там, вот в блютус 6.0 это будет. Вот. Но, короче говоря, кодек LC3. У него будет при том же битрейте более лучшее качество, чем у SBC. Поэтому они вот хотят, чтобы круто. Также они хотят сделать поддержку этих слуховых аппаратов, чтобы были не универсальные. Ну, наверное, универсальные. Короче, чтобы это было в стандарте прописано, как работает блютус со слуховыми аппаратами. Вот. То есть, у них там будут отдельные протоколы какие-то, что-то. Вот. Может быть, кодек тоже какой-то свой. Hearing Aid кодек HAC. Это, кстати, прям маркетологично как-то прикольно получилось. Вот. Также добавляют функцию бродкаста. То есть, условно, есть кинотеатр. Он раздает сигнал. И все наушники вокруг могут тупо read-only подключиться к этому сигналу и слушать. Понял, да? Сейчас это один к одному работает. А тут можно будет именно бродкастить блютус-сигнал, и все смогут его словить в режиме чтения. Можно будет к устройствам для глухих подключаться. Стопудово. И слушать тоже, что громко вокруг происходит. То есть, условно, можно будет раздать блютус-аудиосигнал на подъезд на свой. Ну, подъезд, наверное, не сработает. На площадку. И все соседи будут слушать одно и то же. Могут. Не будут? Могут. Вот. Это и идея. Это можно же так на весь пляж, где с шашлыками раздать. Вот. Это круто. Кстати, знаешь, я сейчас, ты меня на больное. Именно в последний отдыхной, последний летний сезон, вот в 2К19, мы, как обычно, ездили на озера. И именно в этот раз ни с хрена у многих людей были автономные колонки, которые без питания работают. Причем, которые огромные, которые размером с унитаз. Ну, я не знаю, почему у меня такая ассоциация, но именно такую здоровую, ее тащить двумя руками прям надо. Там, видимо, какая-то встроенная батарея на 10 миллиардов ампер часов. Размером со всю колонку. И ее прям ставили на пляжи и слушали. И использовали как унитаз. Ее просто, да. Это, ну, учитывая, что там включали обычно, в натуре как унитаз использовали. Потому что, блин, я не понимаю, нахрена они это делали. Это сильное неуважение прав других отдыхающих. Ну, вот, ну, прям плохо было. То есть, ее прям ставят, и все, и не жалеют вообще. И она не разряжается. То есть, по нескольку часов. Понимаешь, это надо подкинуть чувакам с СЕС, с Челябинск Entertainment Systems. Чтобы они сделали какие-то барьеры звуковые для других людей. Чтобы, вроде, ты слушаешь в компании, но остальные не слышат. По блютузу как-нибудь. Но тогда этим людям, возможно, неинтересно будет. У них самый кайф в том, чтобы они руинят чужой кайф. Ну, конечно. Да, самый задор с этого, что все слушают. СЕС с унитаза твоего. У кого унитаз сильнее? Ну, вот, да. Также мультипоточность в блютуз хотят добавить. То есть, ты с одного устройства раздаешь два разных сигнала на двое разных наушников. Это сейчас реализовано в айфонах, но это проприетарно реализовано. То есть, это с помощью своих ПО, это только в iOS и только, соответственно, с AirPods'ами работает. То есть, сейчас в 13-й прошивке можно уже на две пары AirPods'ов раздавать разные сигналы. То есть, я должен майндбловнуться был. Я майндбловнулся очень сильно. Ну, я больше майндбловнулся, конечно, что можно теперь раздавать на весь подъезд. Ну, видишь, это еще не сделано. А вот то, что я сейчас сказал, уже сделано. Можно же так Путина на всю сторону раздать. Охренеть. Представляешь, это ты куда-где заходишь, AirPods'ы достаешь, включаешь, там Владимир Владимирович. А так было, на самом деле, в 12 ночи. Можешь к кому зайти, он везде. Ну, да, да. Ну, видишь, это такая редкая фича. Блин, у меня для пришел была классная история, я не рассказал. Я бабушке радио подарил. Может, бесплатно? Может, бесплатно? Вот давай сейчас. Да, так и будет. Так и будет. Я бабушке радио подарил. Именно по Америке будильник с радио. Так. Я понял, какой. Понял, да? Там они везде во всех отелях были, чтобы именно ты просыпался и просыпался не просыпался. Просыпался и hello. А, да, чтобы под hello world, hello America. Именно с этим акцентом. Hello America. Hello America. Great to see you. Ну, блин, крученные шулеры, никто эти не пародируют акценты, поэтому, да. Не буду пытаться даже. Ну, в общем, вот. И я просто понял, что оказывается... Во-первых, я когда просто прогугливал, какие у нас есть радио в Челябинске, я понял, что вот эта радиоточка проводная, которую я хотел когда-то вернуть у себя в квартире, по создателю, как ты там говорил, какой-то, наверное, смешной был, повторить. А, это ты говорил про кармашек на двери, ну, неважно. Короче, повторить хотел радиоточку. Оказывается, по этой радиоточке, по проводному радио, целых три станции есть. Три даже? Ну-ка, маяк наверняка. Есть специальные приемнички, приемнички новые, где можно их переключать. И ты никогда не поверишь, какие там станции. Но одна маяк, причем маяк это не первая, это вторая. Первая это радио России называется. Радио России Южный Урал, которая у всех всегда висела. Только второе это маяк. Вот таким вот голосом говорят. Да, где вот таким вот голосом аудиоспектакли говорят. Блин, так. В этом есть определенный шарм. Я бабушке подарил, а захотел себе. У нее отнять сразу захотел. Да тебе не надо, что ты не понимаешь? Все, ты не знаешь, не слышишь уже ничего. Тебе поэплитузу уже надо там. Вот да, да. И, короче говоря, третье это радио 100. По проводному радио сейчас все могут слушать радио 100 Санькина, любимая, которого нету в Екатеринбурге. А, джазуха. Джазуха. Да, это просто я не понял, как так. Это кто-то продавил лично, мне кажется. Ну, слушай, это достаточно пенсионное радио, так что я, в принципе, понимаю, почему оно там. На самом деле там просто супер джазуха такая играет, что ты можешь, если ты старик, то это примерно, как мы с тобой, то это примерно на твою скорость будет. Не то, что джаз быстрый, а наоборот. Вот, ты такой зайдешь и вот так вот. Вот, и я бабушке именно... Там то радио, которое я подаю, как-то непонятные фирмы. Можно было джебеловское взять, но оно много косарей слишком стоило, поэтому... А есть именно джебеловская колонка с радио. Интересно. То есть оно еще и прям... Подожди, но там прям часы, как я думаю, то есть вот такие электронные часы. Да, они прям в розетку вставляются. То есть они даже не на батарейках, они именно вставляются в розетку и часы, будильник и радио. У меня, кстати, есть про эту историю, опять же. Давай, продолжай. Вот. И, короче говоря, я ей поставил именно вот... Кстати, уважаемые слушатели и зрители, вот именно такие истории у нас обычно в пришел. Это вам сникпик такой бесплатный в этот раз. Новогодний. Новогодний подарок от нас. Да ты сейчас и дикпик можешь показать, уже знаешь. Да, мы сейчас с вебками, можно и дикпик показать. Так вот, я ей настроил именно первые три вот эти, которые на проводном радио, а дальше уже все остальные, типа там Юмор ФМ, Радио Дача и прочие Радио Шансон. Вот. И я уже тут сегодня у мамы спрашивал, типа бабушка вообще слушает радио? Потому что да тебе не надо, отдай. Ты все равно не понимаешь. Вот. И она сказала, да, слушает. Ну, блин, то есть используется все-таки. Вот. Прикольно. А что она интересна на будильник? Не поставила. Какое радио? Я уверен, что она не ставила на будильник. Его же можно и просто как радио, просто кнопку в кулу жать и часы сменять радио. Так класснее, это чтобы оно тебе с утра будило. Ну, согласен, согласен. Всем жителям Челябинска. Штата Колорадо. Да, Челябинск. Как Колорадо. Си-оу. Не помню, что у него аббревиатура. Что-то типа Челябинский округ. У меня, кстати, история про вот это же радио такая. Про... Когда мы с тобой приезжали из Америки, а только мы с тобой приезжали из нее. Потому что все остальные только уезжают туда. А мы как идиоты приезжали. Надо было же кому-нибудь подарки привезти. Из родных, из близких. Так, так, так. И в тот момент я привозил дедушке радио. Короче говоря, тоже вот такое, как ты говоришь. И я чувствую, что вот эти радио... Почему я думал, что его только в Америке можно взять? Зачем я его пер там... Представляешь, с Аляски везти какую-то хреновину за 5 долларов? Ну, это просто прикол, сувенир. Просто прикол, сувенир, согласен. Значит, привез вот это радио. Его, кстати говоря, на таможне раскурочили всю коробку и доставали, видимо. Потому что она именно была открытая, там посмотрела. Видимо, часы с бомбой, как в старых фильмах. Они думали, что это часы с бомбой. Ну, ладно, это хрен с ним. Похоже, что... Все же мне скажут, вот когда холодная война-то была, делали разные розетки. И ты мне скажешь. Похоже, что из-за этого, блин, вот эти все амперности и хренерности в таких простых вещах, как часы с будильником, как часы с радио, будильник с радио, не соблюдены абсолютно, и они не могут там преобразовывать токи какие-то другие. То есть, если ты сейчас воткнешь ноутбук с американской розеткой, с американской вилкой в русскую розетку, у тебя ноутбук будет работать и заряжаться. Скорее всего. Ну да. Но, похоже, эти часы не могли так. Они были только настроены на американские токи. Похоже. Потому что, когда я дома его вырубил, он там проплавился, накрылся медным тазом сразу же вообще. И поэтому эта хреновина, которую я пер с Америки, с Аляски вез, она не просуществовала ровно нисколько. Сразу левнулась. Не услышала радио маяка вообще. Да, то есть она не смогла даже. Она не смогла даже, она не потянула наши розетки, не по зубам ей было. Только вот эта вся американщина. Ну, слушай, вот так мы в при-шоу зажигаем. Здесь работает. Чтоб ты поняла, есть решение, кроме JBL. JBL – это именно аудиофрендли решение. А есть ночник френдли решение. Ты мне продал это дерьмо. Я вот теперь хочу зайти, значит, в оранжевый магазин и посмотреть, что там за дерьмо. Я как раз в оранжевом взял, да. Ты что думаешь, чьи уши-то торчат? На фотографии видны уши фотографа. Вот здесь, в этой истории видны уши оранжевого магазина, поэтому, да. Вот, короче говоря, есть еще варианты с ночником. Но это уже именно китайских разных фирм, которые... И там еще можно цвет подсветки ночника выбирать. Ну, короче, ОАМ, по идее. Вот. Но именно JBL-овский – это для любителей, чтобы... Чтобы прям ты энерги слушал, челябинский прям. Ну, ты просыпался именно. Просыпался под биточек прям реально. Да, да. Вернемся назад. JBL-овский, соответственно, блютусный. Я почему вообще из этой темы об этом вспомнил? Те, которые я купил бабушке, они, нет, не блютусные. Там даже и звук тоже, там динамичек так себе. А он прям именно радио-радио. То есть там прям чисто кусок средних частот какой-то и все. И его, когда громче прибавляешь, тебе прям хочется убавить обратно, потому что тебе выжгет все глаза нахрен этим. Вот. Не глаза, а уши. Ну, глаза, может быть, тоже, в принципе. Так что да. Вот. Самое плохое, что они в этот суперновый блютус не включили легкое спаривание. Это мы в CES возвращаемся. А то вдруг ты подумаешь, что у тебя у бабушки там новый блютус технологий какие-либо. Нет, в CES именно, вот в новый этот блютус, который мы обсуждаем, не включили легкое спаривание, как это сделано у AirPods, когда ты в один клик только бам-бам, и оно все хоп, и срабатывает, и классно, и так далее. Только тяжелое спаривание. Да, это остается пока что проприетарной айфоновской, и у некоторых андроидов тоже уже это есть. Вот их это фичами. Ну, в любом случае, это проприетарные штуки, так или иначе. Поэтому да. Но, блин, еще, говорит, одно unfortunate, или еще одно, к сожалению, это то, что блютус-групп-то договорились, а вендоры, которые, соответственно, реализуют, еще и не договорились. Поэтому, как бы, увидим мы это, скорее всего, в 2К21. Мне кажется, что блютус-групп, когда договариваются, они такие в баре сидят, вся блютус-группа, и такие, ну че, пойдемте в ИК-групп-бар. И такие приходят, короче, в ИК-групп-баре там именно старички такие сидят и все еще по ИК-порту передают, значит, треки на своих панасониках. Вот, и блютус-групп их бьют там в баре. Это чисто такая, знаешь, фанатская тусовка. Это хорошее, да-да-да. У них еще именно, они тоже нужны зубы, именно как мясо и бомжи, вот эти зубы, которые блютусники. Зубы против красных. Да, против инфракрасных. Ну да, какие-то должны инфраредычи. Звучит, конечно, прикольно. К слову о красных, не могу не показать в вебку новый чехол для телефона. Он прям инфракрасный. А я-то не увижу. Но я видел, поэтому что-то мне... У тебя повод в записи посмотреть теперь чудо-монтаж. Я, возможно, именно на этой секунде я увеличу. Ну, если тебе хватит, так скажем, прийти, я так это бы назвать. Ну ладно. Кстати, пока... Блин, там банька, я напоминаю, у меня на вебке банька там увеличивает стрёмно. Так вдруг хоть не увидится. Так смешнее будет, поверь мне, я тебе базарю. Я, когда у PewDiePie иногда смотрю, он увеличивает вебку, очень смешно выглядит. Хотя у него там вебка, конечно, снимает, как какая-нибудь хреновина, не знаю, какая, которая кино снимает. Тем не менее. У него там не вебка, у него там какие-то наверняка фотики. У него просто видеозахват с фотикой, я уверен, да. Да, да. Хотел тебе сказать, что в оранжевом магазине, в электронном, есть метеостанции такие штуки. И метеостанция – это такая хреновина, как часы-будильник, только она еще показывает, сколько у тебя времени и сколько у тебя градусов, комнатная температура и всякое такое. Слушай, ты мне скинь потом. Мне просто даже интересно. Потому что я и себе продал. Что ты думаешь, это хреновина? Нет, это абсолютное говно, я тебе скину ради рофла. Просто посмотреть. Просто, чтобы ты понимал, бывают именно такие штуки, которые в Германии такое было, который будильник с температурой. То есть там просто… Ну что, это оно, просто надо подороже поискать. Я тебе самый дешевый за 600 рублей скинул. Там, конечно, не очень все. Блин. Ну ты просто по возрастанию, по убыванию цены… Мне просто интересно, а в какой это было категории, что я это не… А, это реально поддержание климата метеостанции. То есть… Божди, но радиуса-то нет, наверное. Ну, наверное, в дорогих-то есть. Что за 600 рублей тебе? Хама. Вот тебе хама. Такие я тоже когда-то видел давно у кого-то. Саввы. Да, чувак, я вам расскажу. Я расскажу, что у меня батя… Просто я вас заражу этим, это как вирус. У меня батя вместо сейф… Вместо сейф, ну, сохранить имеется в виду глагол английский, читает саввы. Вот теперь вы везде, где увидите сейф… Живите с этим. Живите, будете саввы видеть. К сожалению, даже в метеостанции за 20 косарей нету радио. Поэтому не продано. Но зато там есть фазы луны. Да ё-моё, ну как это же должно быть, по идее, метеостанция? Это же тебе интересно всё. Хочется сразу включить и маяк, и посмотреть, что у тебя 20 градусов дома. Что, носочки надеть? Ну вот… Ой, ё-моё, ты бы видел. Там кроме самого вот этого дисплейчика, который показывает, там целая какая-то инопланетная станция, которую надо, видимо, вывесить на улицу или поставить там, где ты хочешь измерять. А-а-а, так это ещё она не просто у тебя дома. Да, её надо именно монтировать за 20 косарей. Там солнечные батареи, они ловят. Там просто ещё именно крутящаяся такая штука, которая… Я сейчас покажу нашим зрителям. Но это уже в убежище, когда живёшь. Да-да-да, там именно такой вот из трёх таких штучек, он реально должен крутиться, и ты только шапочки из фольги не хватает для этой фигуры. Я увидел, я увидел. Там реально надо выставлять куда-то эту хреновину, смотреть. Я, короче, это у кого гидропоника растёт дома, чтобы поддерживать правильную температуру. Да-да-да, там надо прям… Ну, слушай, зато… Так вот, что можно купить мне. Уже знал. У тебя-то как раз гидропоника-то. Вот да. Почему я-то ещё не в курсе был этого? Да, я не знаю, кстати. Прикольно, слушай, прикольно. По идее, можно же… А на видишь ещё Wi-Fi Network Joining? Ух её. Она Wi-Fi-ится, и, возможно, она торчит наружу, и можно по опихе там смотреть. Если увеличилось что-нибудь, то у тебя весь умный дом перестраивается и улетает куда-нибудь просто. А у тебя кошки трансформируются в собаку. Ору. Ну всё, чё? Ты видел, у меня здесь Google реклама, гимнастика сосудов профессора Хусяу Фея. Медленностарение сосудов. Ну мне после сорока просто. Мне уже такое рекламируют. Видимо, когда метеостанции смотришь, да, в оранжевом магазине уже только такое. Ну что я могу ещё сказать по Bluetooth? Давай, какой-то итог подведём. То есть, оказывается, что-то там улучшают в этой связи, такой как Bluetooth. Она не умерла. Никто почему-то не делает какой-нибудь новый, там, Green Nose почему-то. И, может быть, когда-нибудь сделают Green Nose. Но пока Bluetooth улучшают, и даже есть некая Bluetooth Group, которая не очень ладит с ИК Group, как мы поняли. Короче, в общем, прикольно. Прикольно? Да. Пойдём в следующую темку. Следующая темка у нас новогодняя. Это такая была новостная, чтобы разогреться. Мы разогрелись с вами. Сейчас немножко охладимся в новогодней теме. Новогодние логотипы 2.0 лучше. Так надо ещё траханье тогда охладить. Короче, охлаждаем траханье с новогодними логотипами. К сожалению, слушатели теряют не только наши лица великолепные, которые, я надеюсь, присутствуют в подкасте, в видеоряде, но ещё и теряют, к сожалению, то, что Саня демонстрирует на своём экране. То есть скринкаст, так называемый. Вообще, чтобы вы понимали, у нас даже в Slack'е, наш канал, в котором мы собираем темы к подкасту, ближайшему, называется скринкаст, хэштег скринкаст. То есть изначально мы это всё называли так высокопарно скринкаст, когда это ещё, видимо, зарождалось в целях образовательных, а не в целях деграданских, как сейчас у нас происходит. Вот, в общем, скринкаст, к сожалению. Не, у нас это сейчас тоже образовательное, только как антипример. Антипример. Так не делайте образовательное. Вот, вот да. Короче, вот можете переключиться на видео, потом посмотреть. Я знаю, что если вы сейчас едете в метро, вы плюнете мне в лицо, скорее всего, когда переключитесь на видео. Там, что будет моё лицо, можно будет плюнуть. Вот. Но, значит, если вы уже можете себе позволить на YouTube, то включайте youtube.com. Можно, да, кстати, youtube.com. YouTube Design сказать? Или такая ссылка вообще будет? Можно, она такая валидная, да. Ну и хорошо. Новогодние логотипы 2.0. Смотрим. Значит, в преддверии нового года... Блин, зачем я зашёл в оранжевый магазин, и ты меня спросил про PewDiePie? Я теперь увидел новую лоджитековскую 4K вебку, и мой мир не будет прежним теперь. Блин, ё-моё, закрываем. Они тоже делают что-то, получается. Они обновили, да. Вот именно почти как наша, только вот следующая версия. Там уже слежение за лицом есть. 90 кадров в секунду она снимает. Ой, ой, 1080p. О, да кого ты, 4K. 4K. Ну, 4K, естественно, 30 кадров в секунду. Но 720p, как мы с тобой стримим, тут уже 90 кадров в секунду. Здесь уже супер-эйгер. Там же как во дворе. Да, да, да. Там же сильно как во дворе. Блин. Ну, смотри. Это, возможно, задел на будущее какое-нибудь. Ну, это как минимум надо знать. Это важно знать. Согласен. Есть к чему стремиться просто. Ладно, давай. Новогодний логотип. Короче, мы, конечно, немножко протухшее рассматриваем. Потому что это, по идее, бы рассматривать в новом году, ну, перед Новым годом. Ну, смотри, 31 всего вышла статья. Поэтому мы, в принципе, сильно не могли раньше. Мы за салатами сидели. И поэтому готовы сейчас вам рассказать. Саня выложит подкаст в марте. Соответственно, к апрелю посмотрите. Да. Короче, KFC представила свой логотип в новогоднем варианте. И здесь наш любимый полковник Сандерс. Его не узнать. Он какой-то не полковник теперь, а какой-то слишком Санта. Какой-то слишком добрый. Сандерс. Он какой-то Сандерс. Ну, что-то смешно. Он какой-то Сандерс. И я тебе, знаешь, скажу честно, вот честно, между нами. Ну-ка. Полковник Сандерс, у него всегда морда хитрая такая. Да, конечно, да. Когда мне говорят, вот он страдал, тысячу раз приходил, а есть такая история про полковника Сандерса, тысячу раз, значит, ходил во все рестораны, тыкался-мыкался перед тем, как свой франчайзинг открыть. Значит, вот я не верю. Такая у него морда наглая, что мне кажется, он в первый же ресторан пришел, ему там сделали все хорошо. Какой-то он такой, знаешь, такое чувство, что он вот как-то так хитро смотрит, что вот каждая курочка его убивает другую курочку, что, собственно, правда. Да. Короче, а здесь он слишком добряк. Здесь он слишком добряк, но новогодний. Но, тем не менее, новогодний. Тут как бы не поспоришь. KFC новогодний. Ладно. Пойдем дальше. Газ. Газ. На газе просто тот же самый олень. Вообще-то лось, конечно же. Или, подожди, это олень или лось? Это олень. У лося вперед, по-моему, такие рога. Именно они как ладони вот так две. А у оленя они именно высоко вверх. Ну, короче, я думаю, это олень. Во-первых, лось он не такой худой. В общем-то, это и должен быть олень, потому что у Санды же олень, правильно? Да, да. И здесь олень, то есть все подходит. И здесь всего лишь сделали красненький носик ему. Просто красненький носик. Пуньк. И уже новогодний. Подожди, ты уверен, что газ, это же газель? Давай посмотрим газ логу. Какой обычный. Газ лол? Газ гольда. Блин, там более еще оленисто. Всего лишь носик сделали в натуре. То есть все-таки носик. Пуньк. Мне кажется, носик только пунькнули. По-моему, да? Нет, кстати. Нет. Здесь именно какая-то газель такая еще более худая. Прям девочка. А тут уже мальчик. Ну, хорошо. Но носик пунькнули и видим, что новогодний. Не такое оригинальное, как-то прикольно. Но оно почему прикольно? Им сама судьба велела переделать. Потому что у них вот уже новогодний логотип изначально. Он даже летом у них новогодний. Ну, да. То есть они имеют в виду, что на их машинах можно ездить, как бы, ну, в любое время года. Убунту. Убунту, если кто-то не знает, это операционная система такая, открытая ПО, мать его. И вообще можно, короче, на Убунту сидеть так, как будто вы самый максимальный вэп-анархист. Вот здесь Убунту представлен, типа, в зимнем варианте, в новогоднем. Как-то странно. Зелененькая вот эта вот хреновина посреди... Наверняка это астралист. Нет, это ёлка ведь сверху, наверное. Это ёлка ведь сверху, и люди, люди водят хоровод вокруг ёлки. Всё, всё, всё. Ни хрена себе. Короче, мы-то и не знали, а это, оказывается, люди водят хоровод в Убунте. Ну, они типа соединены, у нас же open source, мать его. Вот здесь они водят хоровод вокруг ёлки. Да? В принципе, прикольно, но как-то... Мне нравится контраст немножко. То есть, вот этот оранжевый с этим зелёным немножко странноват. То есть, без придирок. Идея может быть классная, но цвета такие, короче говоря. Ты как считаешь? Я тебя про Убунту спрошу. Ты же Убунтовод. Несмотря на... Смешно. Несмотря на то, что... Сук со смыслом. Всё равно говно. Мне не нравится. Просто вот не торкает. Без души чуть-чуть, как будто. Windows 10. Без любви. Windows 10. Здесь у Windows 10 просто в окне появляется, конечно же, Санта Клосс из Coming to a Town. Он немножко залазит к вам в окошечко, в ваше Windows 10 окошечко. Видимо, это намёк на неконфиденциальные данные Windows 10, что даже Санта Клаус к вам через окна залазит, а не через трубу. Мать ее. Ну вот, и, собственно, оставляет подарочки в носочках. Носочки — это что, интересно, в понятии Windows 10? Бэкдоры. В общем, короче говоря, как-то тоже отстойно. Причём это делают чуваки... Да просто это мелковато. То есть это как-то... Понимаешь, это все делали какие-то чуваки, я просто скажу для тех, кто... Это не то, что сами нанимали, там, ГАЗ или KFC нанимали каких-нибудь чуваков, чтобы сделать логотип. Это просто какие-то чуваки сделали сами редизайны логотипов, как я понял. Правильно я понимаю? Или это всё-таки личная инициатива каждой? Понимаешь, здесь logotyper.ru, везде стоит этот, как его... Да, да, и это кто? Я думаю, что это они и сделали. Они и сделали, потому что какие-то просто рандомные чуваки. Это, по-моему, вообще реклама их, мы сейчас на халяву их рекламируем, ну и ладно. Ну и ладно, что, сделали же. Мы же обсуждаем. Мы же обсуждаем, мы же сделали. Хорошо, инстаграмовская тема. Здесь инстаграмовский... Даже это не то, чтобы логотип, хотя, по сути, логотип инстаграма — это надпись Instagram, Instagram, внутри приложения. Здесь это именно иконка на вашем телефоне. Ну подожди, как будто вот этот фотоаппаратик — это не логотип инстаграма. Наверное, тоже часть логотипа, я не знаю. Здесь так просто в таких рамках, как будто приложение. Скруглённый вот эти вот квадрат со скруглёнными углами. Вот подарочек. Подарочек, кстати, немножко на орешек похож. Тебе похож на орешек или нет? На пенис ещё похож. Да ё-моё. Мы же с тобой договаривались. Ладно. Я нарушил договорённость, потому что невозможно было удержаться. Я здесь, кстати, не вижу классности. Знаешь почему? Потому что меня бесит, что отступ снизу очень широкий. Да, но я понимаю, что без бантика подарочек типа отцентрован. Но, чуваки, если вы уже добавили бантик, отцифруйте уже с бантиком. Да, я полностью с тобой согласен, что по вертикали не отцентрован. Вот именно. Дальше логотип Nike, который весь превращён в один большой леденец, который выглядит обычно как тросточка загнута. Ну, шуга-кейн её называют, да, сахарная тросточка. Да, да, да. От тросточка. А здесь уже какая-то отросточка, да. Nike'овская. В принципе, прикольно, но как-то по 90-му. Да вообще, в принципе, здесь все логотипы как-то по 90-му выглядят. Здесь немножко ещё вот этот блик. Не жалеешь ты, не жалеешь. Не жалею, не жалею. Ладно, Adidas. Adidas просто зелёный и как ёлочка. Ну, и его чуть-чуть как-то вытянули вверх. Да. В принципе, имеет место быть. Имеет место быть. У меня ещё, опять же, И должна вот так сливаться с логотипом в оригинальном Adidas. Не знаю, я не сильный, так сказать, адепт. Не сильный адепт. Adidas. Ты посмотри у себя на штаны, а у тебя сливаются. Нет, мне ничего даже Adidas сказать. Нет, без шуток. Ну и ладно. Puma. Здесь Puma. Это не только вот это вот Puma, собственно, как животное, но ещё и Puma, охотящаяся за мышкой. А мышка – это, собственно, символ 2020 года. А, нихрена. Я даже думаю, а при чём здесь? Типа, что, Том и Джерри – это новогоднее что-то, а потом Puma – да. Ух ты. Ну, сух со смыслом. Опять же, да. Может быть, конечно, имеет место. Ну, прикольно, что вообще это как бы додумано. То есть, вот это мне нравится, что они как бы обыграли. Они, наверное, 100 миллионов тысяч логотипов перебрали, чтобы к чему-то добавить что-то новогоднее. Это ж надо подумать. Хотя, может, они просто в Puma гоняют и в Adidas. Я что-то так ору, что от того, что сейчас веб-кона записывается, все видят, что я чешусь постоянно. По наркоману. Это нормально, ведь Новый год. Ведь Новый год ещё не начался, да, ещё все отдыхают, как могут. Да. Google. Здесь Google вместе с двумя double O добавили ещё и к double O две двойки, чтобы получилось 2020. То есть, получился G2 0 2 0 GLE. Не знаю, это такое чувство, что это уже не сами эти чуваки придумали, а просто Google так делали. Хотя, а сделали бы они так, я не знаю. Для Google, мне кажется, это не настолько прикольно. Потому что вот если ты на Google.com зайдёшь, у них уже сейчас есть новогодний весёлых праздников. Вот зайди прямо в прямом эфире на Google.com. Да, да, да. Блин, я захожу с другого компьютера. В смысле, на другом мониторе. Сейчас для зрителей тоже зайду. Конечно, зайди для зрителей. У них вместо одной O, которая вторая, вот этот шарик новогодний с снежинками и ёлочек. Да, да, да. Не знаю, оригинальнее это или нет. Это скорее не так оригинально, но более качественно, как по мне. Ну, во-первых, анимация сделана. И, во-вторых, интереснее. Как-то мне больше нравится. Ну, в принципе, G2020 тоже нормально. Мастеркард. Пойдём дальше. Мастеркард. Это... CDMAX отрендерили в конце двухтысячных или даже в начале двухтысячных. Ну, немножко, да, немножко двухтысячных. Не двухтысячных, а двадцатых, к сожалению. Здесь два шарика с ёлочной игрушки. Шарики. Не те шарики. Если они такие 20-20, они здесь как-то не вписали 20-20 в шары. Ну, для них показалось, видимо, это уже чересчур перебор. Мастеркард. В принципе, ну, нормально. Нормально. Два красных и жёлтый. Два красных и жёлтых. Один красный, один жёлтый. И последний олимпийский. Олимпийские вот эти веночки. Омело, видимо. Олимпийский я не слышу. Я не вижу ваших рук. Так. Вот эти вот пять омело, видимо, которые друг с другом соединены, как олимпийские кольца. Как-то тоже, ну, так безидейно. Давай просто выберем самые нормальные из них. То есть я бы не сказал, что, ну, тут всё на пятёрку. Я бы сказал, много здесь даже не на четвёрку. Вот именно. Я бы сказал, всё говно. Но мы должны выбрать с тобой что-то самое более-менее нормальное для нас. Какое вот тебе больше всего понравилось? Мне Мастеркард. Мастеркард, да, ты считаешь? То есть, в принципе, два этих... Согласен с тобой, хорошая... Только я бы не делал это так скевоморфно. При том, что я люблю скевоморфизм. Нынешний логотип Мастеркарда, он такой супер плоский и классный. Мне прям он нравится. Я когда сменил Сбербанковскую карточку по истечении срока, я был больше всего рад даже не тому, что она стала прикладывательной, а тому, что там стал новый логотип Мастеркарда. Именно вот этот плоский, прикольный. А и надо было именно к нему и подсовывать шары. Это так же было бы легко. А здесь такое ощущение, что они со стоковых каких-то картинок скачали шары и... И одному сделали прозрачность просто. Вот да, да. Блин. Но задумка самая интересная здесь. А реализация... Реализацию KFC. А я скажу, Даш, я скажу за KFC. Мое слово за KFC, потому что здесь все-таки сдобрили деда. Он не такой хитрый. И я вот за него. Ну, тем более здесь рисовать что-то приходилось. Какую-то шапку там рисовать. Я надеюсь, это не в Телеграм-фильтрах сделано. Или как там шапка с бородой. Маски, по-моему, Телеграм-маски. Ну, неважно. Короче, да. Смешно. Ну, все. Спасибо, что посмотрели видео. Можете обратно переключаться на аудио, если вдруг вас раздражают наши лица. По какой-то причине. Или оставайтесь и продолжим на следующей теме. Продолжим у нас. Все-таки мы не могли без Apple. Ну-ка. Это были бы не мы. Вот. Причем, знаешь, вот что ты знаешь, Никита, об AirPower? AirPower я знаю о том, что они, я имею в виду Apple компания, как компания, в какой-то момент ее заикнулись. Что-то там чуть-чуть, какие-то служки прошли. А в итоге оказалась пуком и сняли с производства. И что-то там не удалось, ничего. И в итоге так мы этого AirPower и не видим. А AirPower это беспроводная зарядка. Все, что я знаю, собственно, про нее. Ты просто очень до хрена знаешь. Я вообще ничего этого не знал. Я вообще даже не знал, что они заикались. Что что-то должно было быть. И что для меня это все была новая история очень. Так. Вот. Откуда ты знал, а я не знал? Это не моя история. Да, это, к сожалению, не моя история оказалась перед этим. Но сегодня я узнал, когда я готовился к этому партисту. Тогда тебе вот темка занимайся. Вот, да, да. Короче говоря, есть такой производитель голландский. Кстати, чтобы ты знал, Нидерланды официально там какое-то постановление выпустили, что они не называют себя Голландией. Они теперь только Нидерландцы. Холланд это теперь их оскорбляет. Почему? Понятия не имею. Просто голландский, видимо, очень много именно негативного. Что там трава, цветы, голландский штурвал, наконец. Я тоже хотел. Да, теперь они Нидерландский штурвал. Ну, окей. Вот. В общем, голландский фильм. А как же Нью-Йорк? Это же как бы Новая Голландия. Как там? Ну, в общем. Не знаю. По-моему, там же целый какой-то есть район Новая Голландия. В общем, в принципе, там же тогда еще все называлось Голландия. Летучий голландец был. Теперь летучий нидерландец. Хорошо, окей. Но просто Нидерландс больше как будто это мы в игру играем какую-то. Мы хотим сейчас... Нидерландс Найтс? Да. Ладно. Короче, датская компания, голландская. Дзенс. Да емано. Ценс, я не знаю. Что ж ты голландская опять-то емано. Да, мне похрен. На меня не распространяется. Я же не в Европе, не в Гейропе. Поэтому мне что теперь? Короче, эта компания анонсировала... Такую же хреновину, как AirPower. А в чем была киллер-фича AirPower по сравнению со всеми остальными? В том, что ты на любое место вот этой хреновины мог положить... Ух ты, екарный бабай. Задел микрофон. Вот этой площадочке на любое место мог положить устройство, а оно заряжалось. То есть на некоторых нынешних уже есть такие... И оно заряжало три девайса одновременно. Или одновременно. AirPower, я имею в виду. Да. То есть типа, ну подразумевается iPhone, AirPods и Apple Watch. Такой наборчик. Я вижу здесь как бы на мокапе представлено нам, как часы практически краешком касаются этого AirPower и тоже заряжаются. Но это не AirPower. Это Zens... Сейчас скажу, как называется. Zens Liberty. То есть это голландская как раз разработка. Да, да. Это голландская разработка. И они смогли добиться того, что в любое место можно положить... Вот. Внутри 16 обмоточек вот этих вот. Которые как катушечки индукционные. Вот. И, соответственно, плюс-минус хоть куда ты положи, будет заряжаться. Напомню, что Qi – это вот этот стандарт беспроводной зарядки, который поддерживает iPhone, начиная с 8-го. И AirPods, начиная с AirPods 2 wireless case. То есть AirPods 2 с беспроводным кейсом поддерживают Qi, и AirPods и Pro все поддерживают Qi. Вот. А в Apple Watch'ах там индукционная зарядка, она не Qi. Именно поэтому в том числе AirPower не смогли сделать. Потому что под Apple Watch'и хоть как надо было отдельное место какое-то делать. Потому что там нужны индукционные катушки. Не вот эти обмотки, которые здесь медные просто. Но они тоже, наверное, как-то там плюс-минус типа индукционно заряжают. Я не знаю, как это работает. Вот. Либо оно здесь типа один электрод, а второй у тебя внутри самого девайса. Я, правда, я физических основ Qi зарядки не знаю. Но, короче говоря, здесь на вот этом мокапе часы почему, по-твоему, краешком касаются? Потому что они на самом деле надеты на такой кругляшок, который стоит перпендикулярно самому этому. Вот обратите внимание, там за часами такой круг. А-а-а, то есть они на специальный заряд. И они к нему прикреплены. А этот круг уже просто в USB-A дырку вставлен там и все. Я понял, я понял. Вот, соответственно, можно круг снять и через USB-A еще один любой девайс заряжать. Угу, я тебя понял. Ну, то есть это все же нашли просто выход, воткнуть отдельную хреновину для часов. Да, да. У них тем более был до этого другой продукт, Зенсовский тоже, где было именно строго размечено два места, куда класть. А Apple Watch, там вообще отдельная такая хрень, как настольная лампа нависала сверху, и ты к ней прикреплял, и все. Здесь они сделали более изящно, и не только для Apple Watch. То есть ты можешь Apple Watch, вот этот круг Apple Watch вообще отдельно приобретается за отдельные 40 баксов, чтобы ты понимал. Угу. Вот. То есть ты туда можешь просто через USB-A воткнуть и там, я не знаю, стедикам зарядить или Powerbank. Но Powerbank долго будет очень, потому что здесь всего-то 30 ватт на всю хреновину. Вот. А, да. И одновременно, соответственно, они заряжают всего по 2-амперному. То есть одновременно 2 будет заряжаться дольше, чем если ты просто один положишь. Ну, это как всегда. Я сегодня как раз дозаписывал обзор на наши Powerbank, и я рассказывал там, что, ну, как бы, если ты только одну воткнул в USB-сишный, то будет Fast Charge. Если ты одну воткнул в USB-A, и будет USB Power Delivery. Ну, и, короче, там всякие комбинации, потому что, ну, количество тока, которое он может выдавать, оно конечное, и там как надо втыкать, чтобы кому там приоритет отдавался и так далее. Короче, здесь это реально зарядка для всех девайсов, и два из них ты можешь расположить хоть куда. Будет две версии. Одна тканевая, как на первом мокапе, а вторая стеклянная, чтобы видно было обмоточки внутри. Я вижу, да. Вот. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Ну, давай. Давай. Я хочу тебя спросить, во-первых, почему Apple так не придумали? Они хотят изящно, чтобы без вот этого оденала. Они хотели изящно, Дима? Да, да, да. Это понятно, ладно, хорошо. Они отмазались тем, что мы не смогли сделать так, чтобы было именно классно, как мы хотим, чтобы соответствовало высоким Apple стандартам. Вот так вот. Просто они рынок-то проигрывают потихонечку. Я бы сказал, они все эти бабки просрали, по сути. Это правда, это правда. Но, видимо, это при Айвиче еще было. И как бы он сказал, что не, не, мы будем делать или идеально, или не будем делать вовсе. Интересно, будут? Когда, интересно, сделают? Может, они просто для часов поменяют тип заряда? Возможно, они сделают когда-то, чтобы Apple Watch были кьюайного типа. Но давно пора она была сделана. Уже с третьих часов. Я уверен, что у них это в разработке. Сто пудово. Но иначе это просто идиотство с точки зрения бизнеса. Да, потому что, кстати говоря, еще у тебя хотел спросить. Ты вообще видел в жизни такие зарядки китайские? Конечно, конечно. Нет, я когда чехол покупал, мне навязывали сильно такую. Короче, я вот тоже видел такие зарядки в реальной жизни. И, по-моему, они сразу не заряжают. То есть ты кладешь, и проходит там 2 секунды, и только тогда начинается зарядка. Причем даже у некоторых людей, знаешь, сделано понтово, чтобы она там, сама зарядка вот эта вот беспроводная. В ней есть там некоторые диодики, которые красивенько, каждый друг за другом загораются, чтобы ты видел, когда начнется. Вот, мне интересно. По-любому Apple еще хотят сделать, чтобы за секунду заряжалась. Мне как-то вот это странно показалось, что она заряжает не сразу. Ты положил, и у тебя есть некая такая тревога по Шелдону на 2 секунды. А вообще заряжается ли? То есть, короче, а будет ли заряжаться? Особенно у кого нет диодиков. Короче, и она только через какое-то время с задержкой начинает заряжать. К этому можно привыкнуть, я понимаю. Наверняка Apple хотела, если не убрать этот лак, то точно его уменьшить, чтобы как-то это более, ну, филинг более был интересный такой, более приятный. А так, в общем и в целом, вполне возможно, что это физическое именно есть под этим обоснование, чтобы там тебя током не ударивали. Ну, я не знаю, какой-то бред наверняка можно об этом сказать. Почему именно так? Наверное, это не случайно. Ну, я тебя понял. Ну, просто это все мои знания теперь. Я о беспроводных зарядках больше ничего тебе не скажу. Ну, как правило, у них у всех есть отдельные места под него. А именно те, которые с Apple Watch'ем, там, я не знаю, видел ты или нет зарядку Apple Watch'ем, там такой кругляшочек к ним прикрепляется, он примагничивается именно. Вот там просто на вот этом вот, на этой площадке есть такой же кругляшочек, на который ты все равно примагничиваешь именно туда Apple Watch'и. Ну, то есть, именно так, что ты часы хоть куда положил, таких вообще нет, потому что они индукционные. По тебе надо QI-ные делать. Да. Соглашусь, да. Я еще, знаешь, что я хочу? Я хочу для Apple патента им посоветовать, пока нас Тим Кук слушает, он сказал, этот выпуск будет слушать 220-й. Короче, Тим Кук, сделай прямо в Apple MacBook, прямо в самой хреновине, которую, когда ты закрываешь в крышке, с обратной стороны дисплея, чтобы была полностью беспроводная зарядка. То есть, человек закрыл MacBook, он у него на зарядке подключен, и все он девайсы может прямо на MacBook положить, и они будут заряжаться. Представляешь, насколько утолщится экран? Мне похрен. Сделайте, чтобы не утолщилось. А, ну, это достойно, достойно, да. Достойно инженеров Apple задача. Достойно CES, мне кажется. Челябинск, Entertainment Systems. Стопудово. Ты бы, Никита, взял тканевую или стеклянную? Вот это хороший вопрос. Я, наверное, стеклянную. Тканевую – это капнул чем-нибудь, там, какнул на него. А стеклянную – он хоть и бездушный. Да, да. Да, потому что это непрактично. С одной стороны, приятнее, вот. Но на стеклянную просто… Еще и более гиковское, потому что ты видишь обмоточки. Да, да. Но, конечно, это то, что вот они обмоточки сделали – это вообще отдельный респект таким чувакам, которые делают прозрачные корпуса. Это прикольно всегда посмотреть, что там за хреновина. Видишь, приходится заморачиваться, чтобы оно реально красиво выглядело. Потому что порой некоторые девайсы откроешь, там просто тупое говно, тупого говна. Такое не хочется видеть прозрачно. Поэтому те, кто делают прозрачные, они вынуждены делать красиво. Ну да, да. Тут прям какие-то диски. Практически виниловые пластинки маленькие. Смотри, последний вопрос тебе. Ну, может, не последний, еще один тебе вопрос. Что в мире должно произойти, чтобы ты захотел себе беспроводную зарядку купить? Ну, предположим, что у меня все девайсы уже работают на беспроводную зарядку. А мне, ну давай не будем предполагать. Давай прям вот скажем так. Готов ли ты ради этого сменить айфон на более новый, чтобы можно было купить беспроводную зарядку и его туда класть? Нет, нет, я скажу немножко по-другому. Если у меня будет телефон и другие девайсы, которые заряжаются, может быть, даже достаточно двух девайсов. Одного телефона, наверное, недостаточно, я еще пока думаю. Но, допустим, если у меня будет телефон и часы, да, или и AirPods, чехол, то я буду готов купить. Я даже куплю. Если у меня будет два девайса, я куплю беспроводную зарядку. Похрену. Если не выпустят наши козлы, купим китайских. Значит, наши я имею в виду. Смешно. Слышь, козел. Подожди. Но оно же медленнее заряжается. Или тебя это не парит? Тебе нравится, что... Мне нравится, что можно кинуть. Кинуть, бля. Ну, понятно. Вот, кинуть. Желательно еще, чтобы так можно было реально кидать. Сделайте, короче, такую мусорку. Такую, знаете, помойку такую. Такой тазик заряжающийся. Заряжательную помойку, да. Ты в нее кидаешь. Там, во-первых, с одной стороны она мягенькая, чтобы у тебя девайсы не умирали, а с другой стороны заряжались. Вот это два патента. Apple патента. Первый – это крышка, значит, MacBook'а. А второе – это тазик заряжательный, мягкий. Слушай, круто. Я прям считаю, что Тим Кук прям засуетился. Скажет, а почему мне это в голову, эта идея не пришла? Кто эти такие? Убить их. Послать Челягинск в боевую группу. И Челяев такой хы-хы-хы-хы. Он-то давно уже придумал. Просто он в улице. Но не знал, как реализовать, потому что, да, инженеры вместе с ним не ушли. Вот. Я, мне кажется, из-за того, что я бенчмаркач. Ты не можешь, да? Я просто… Давай так. Я тебе скажу. Если бы оно начнет заряжаться так, что не будет никакой потери. Конечно, тогда купил бы. То есть, если Apple придумает, никаких потерь не надо. У тебя не будет лишних двух проводов перетираться, рваться и гнить с хорошим пластиком. Да. Тут у тебя… Ты вообще можешь не распаковывать провода, тупо класть на эту хрень. А эта хрень у тебя USB-C. И USB-C ты можешь купить себе армированный, какой-нибудь титановый провод USB-C. Уже на все их можно покупать, они реально становятся везде. И это, кстати, круто. Просто USB-C-шных проводов каких-нибудь покупаешь именно компанией, которые… USB-C company. Которые делают из каких-нибудь металлических тканей облетки для этих проводов, которые будут в вечность. И все. Из кибер-кожи. Вот, да. И таким запитываешь, а все остальное у тебя без проводов. Офигенно. Мне нравится. Я согласен. Тем более, смотри, тебе не надо снимать зарядки, вытыкать что-то. Вот это все делать. Ты сразу взял и погнал. Да. Это экономит 3 секунды. Да. И тем более, при том, что мы из дома не выходим, вообще классно. Супер. Ну, в комнату в другую. Взял и пошел. Как взрослый человек. И пошел срать. Что-нибудь нормально. Ну, я эту комнату и имел в виду, да. Открыл War. Clash of Clans. Так вот. Да. Да. Ну, в общем, вот такой девайс. И вот такие рассуждения про беспроводную зарядку в целом. Да. Я, кстати, даже вот… У меня ни телефон не поддерживает, ни AirPods мои. Такую хрень. Ну, то есть, тебе тоже так, как тебе, как мне. Да, меня, как тебе. AirPods вторые, когда брал, специально не стал переплачивать за кейс с беспроводной зарядкой, потому что это пижонство какое-то. Хотя на AirPods, кстати, не было бы потерь, потому что это, в принципе, малоточный девайс. Его он Power Delivery и не поддерживает. Поэтому, как бы, тут ничего бы не изменилось. Следующая новость тоже про Apple. Смотри. Apple теперь позволяет делать гравировку на AirPods кейсах с помощью M&Z. На сайте? Да. Я тебе кидал ссылку, сейчас скажу, когда по Челябинску. Ну-ка. Да, было, было. 2209 по Челябинску. Кидано, кидано. Я сейчас тоже зайду в нее. Это именно английская, американская ссылка, потому что в России не делают гравировку. А куда я тут нажать-то должен уже? Personalize it for free. Personalize, ага, да, вижу. О-о-о, а тут что-то мало эмодзита. Мало, они не все, не все. Нельзя тросточку инвалидную или wheelchair какой-то сделать. Отсюда вопрос. Тут текст можно писать. Ну, текст понятно. Вот давай, мне теперь интересно. Вот ты бы, если бы у тебя было... Кстати, это нас возвращает в 2011. Почему ты не сделал на ноутбуке гравировку? Я напоминаю. Знаешь, как было это сделано? У меня... Мы заказывали в Америке, опять же, Alienware, мой. M14X. Вот. И мы его заказывали. Зарплату, значит, получили. Первую получили, зарплату вторую. И со второй мы начали уже девайсы покупать. Возможно, с третьей. Я не помню. Ну, как куда. Было как надо ноут. Надо ноут. И мы сидим. Утро, возможно. Я, насколько я помню, это все было с утра заказано. Перед тем, как пойти мыть номера, вот, значит, в нашей любимой гостинице. Перед этим всем мы что-то с утра такие, давай, заказали, короче. И это все, значит, было между принятием хлопьев с молоком и вот этим вот поездкой на велосипеде, значит, в какой-нибудь дождь очередной. Поэтому там было все в какой-то суматохе. Мы это заказали просто и забили на гравировку абсолютно. Я помню, что что-то... А потом такие, гравировка, а да и хрен с ним. Вот так. Точно? Мне просто кажется, что чуть ли не... Я такой, ну что, будем заказывать гравировку? И ты такой, да, что-то... И нет. Да, ну и, на самом деле, я сейчас думаю, что на ноутбуке гравировка, в принципе, прикольная, но не самое главное. Возможно, если бы я сейчас Personalize your AirPods сделал, то я, может быть, что-то и сделал. Тем более, раз это, ну, как фича прям, тем более бесплатная. Так она всегда фича и всегда бесплатная. Даже у Alienware это было тоже бесплатно. Ноутбук-то дороже, чем AirPods. Тут им надо заморочиться, сделать на AirPods гравировку. А там-то на ноутбуке что, за тысячу баксов плюс. Хотя сейчас AirPods тоже уже тысячу баксов плюс. Ну, короче, вот сейчас бы, если бы ты AirPods персонализил, что бы ты написал? Что бы я написал? Или MZ, или что? Давай так, давай так. MZ, рассматриваем MZ. Во-первых, не все. Может быть, все и не нужны. Мне из этих, честно тебе скажу, вот так. Если нельзя было бы текст писать, я бы очень классный MZ, мне нравится абсолютно, вот, пиксельный такой, этот, Space Invader. Мне очень нравится Robotic. Мне очень нравится Привидение. Мне очень нравится Пришелец. И что еще мне нравится? Ну, черепок слишком пафосный. Черепок вместе с рукой-козой вот это вот сделать, чтобы... А несколько нельзя, да? Только один. Не, несколько нельзя. Если им оди, то только одно. Ага. И сейчас скажу, что мне еще нравится. Можно, кстати говоря, делать сердечко и дарить своей женщине. Согласен. Можно поцелуйчик и женщине тоже дарить. Поцелуйчик женщине можно. Говно можно. Теща. Теща дарить. Да. Вот, змею тоже теще дарить. Уже, знаешь, шутки для 40-летних подкастеров. Да, согласен. Крису. Можно мышь и кости дарить. Да. Патрону дарить какому-нибудь любимому. Свинью. Значит, вроде прикольно. Вроде прикольно. Я вот MZ, в принципе, я тебе сказал, что прикольно. Вот мне на первом истеле. А давай, что бы ты сделал? Вот тебя сейчас дьявол поймал, сказал, если ты сейчас не сделаешь никакую гравировку, я тебя в ад отправлю. Я бы сделал пришельца. Мне бы это было бы в тему с ноутбуком. Именно Эллиена. Не Space Invader, а Эллиена, который. Да, Space Invader, он немножко неколоритный какой-то. Он еще не фиолетовый, так он в оригинале фиолетовый. А именно Эллиен очень классный. Он классно нарисован, в нем мало деталей, и он хорошо выглядит. Я бы его сделал. И робот мне тоже нравится. Я бы его тоже сделал. В нем не очень много деталей, он классно выглядит. Башка робота. А если текст? Если текст. Если текст. Что бы такое именно смешное? Смешное. Надо что-то смешное. Здесь нам рекомендуют ввести номер телефона, это если потерял, видимо. Или это для тех, у кого сильный альцгеймер, сильные деменции, свой телефон записать. Опять же, можно кучу идей. Для тех, кто любит, знаешь, типа своей женщине подарить машину и написать, типа, для тебя дорогая, чтобы она на заднем ездила с такой хреновиной. Можно такое. Мне кажется, здесь еще классно писать. Это как доктег. То есть, как жетончик у солдат, на котором было бы написано там, во-первых, их резус-фактор. А можно его кличку армейскую. Там, например, картавый или там... Тормознутый. Тормознутый. Но это надо по-английски. Вот латиницу могут, а кириллицу не могут. Я уже вижу. Ну, потому что да, да. То есть, тормознутый надо. Тормознутый. Причем это даже смешнее. То есть, можно писать именно стильно. Стильно транслитом. То есть, красиво написать. Угу. Вот. А что бы я написал? Кстати, красиво, классно выглядит. Вот напиши красиво. Красиво выглядит. Просто красиво напиши. Очень красиво. Ну да, да. Таким круглым шрифтом. Прям прикольно. Короче, прикольно. Блин, что бы я написал, а? И вот ты мне сейчас поставил. То есть, понимаешь, вроде как emoji не хочу, а текст сложнее придумать. Над этим надо что-то смешное. emoji-то я легко придумал, чтобы решилица. Вот. Чтобы ты понимал, лимит 21 символ. И один пробельчик. Ну-ка. Я сейчас много единичек поставлю. Блин, это смешно, кстати, что много единичек можно. Прикинь, много единичек написать. Чё, чё, у пячка? О, можно, кстати, знаешь чё? Можно, во-первых, 1337. Хорошо, да. Можно лох. Причём можно лох просто написать лох. Можно именно с лэшами делать. Можно кто открыл тот лох. То есть, уже интерактивно. Ах ты чёрт. Облатный. Обратный слэш нельзя. Блин, нельзя. То есть, можно свой ник из country. Назгул. Но зато можно л сделать как j и i. Блин, можно собаку. Всё. Назгул несколько подчёркиваний. 666. Блин, это вообще... Правда, немножко как-то славянски начинает выглядеть ваш чехол. Скажем так. Как бы ещё? Что бы ещё можно было бы придумать? Для себя. Для такого парнишки. Пока ты думаешь, я скажу, какой бы я выбрал Мэдзи. Давай. Я бы выбрал Мэдзи коровки, потому что я говядину люблю. Так, хорошо. Вот. А если бы текст, я бы просто собака в описании написал. Мне кажется, это почти как номер телефона. Собака в описании, да, ты бы написал? Ну, ну, тоже раз собаку можно. То почему бы не написать свой, типа, как бы... Это... Да, это да. Это интересно. Свой, как бы, ник. И это ещё вот только... Собака в описании, сейчас тебе скажу, сколько это. Шесть, восемь, девять символов. И девять символов ещё достаточно крупно написано, чтобы разобрать. Вот. Потому что больше уже как-то мелковато. Да, да. Больше уже никто не поймёт. Я не придумал ничего смешного. То есть, мне кажется, вот идея с собакоником, это более-менее идеальный вариант. Но по-любому будут какие-то приколы. Мне хочется теперь... Ну, конечно, конечно. Открыть. Это надо быть, в отличие от нас, с хорошим чувством юмора. Да, это не к нам, конечно. Не к нам. Это можно делать, как я понимаю, только на новых чехлах. Да, да. Хотя здесь и так изображены почему-то и горизонтальные, и вертикальные на картиночке. Но вроде как только на горизонтальных. Окей. Хорошо. Прикольно. Ну вот, в общем, мы, как обычно, с тобой новость одну обсасываем по сто лет. Это наша классическая тема. Ну, все, мы можем завязать. Давай. И пойдем к более насущным вещам. Что там гравировка? Есть гравировка покруче. Есть такой сервис, как ewebdesign.ru slash smart tape. То есть, он, конечно, не на ewebdesign.ru находится, но там есть реферальная ссылка на хостинг, который мы вам рекомендуем. Мы вот просто абсолютно от всей души и сами используем, естественно, smart tape. Поэтому попробуйте ознакомиться. Попробуйте ознакомиться с ценами. Посмотрите, сколько там бесплатно оказывается. Там много чего можно... Я бы даже сказал, попробуйте не ознакомиться, а? Вот тут нельзя. Кстати, да, попробуй не ознакомься еще. ewebdesign.ru slash smart tape. Если вдруг в новом году собрались обновить свой хостинг, или, может быть, в первый раз вы хостите что-нибудь, или попробовать, может быть, какие-нибудь там работы в университете захостить. Всегда почему-то я студентам рекомендую просто, чтобы как начальную точку. Надо же что-то, какой-то хостинг, в какой-то момент надо начинать хостить ваши веб-странички домашние. Вот, smart tape, мне кажется, это идеальный вариант. И причем он идеальный как для студентов, так и для профессионалов. Избитую, избитую скажу. То есть, если вы какой-нибудь крутой веб-умелец, то тоже надо попробовать smart tape. И я еще скажу дисклеймер, что техподдержка, она в первую очередь по хостингу, она не про девопс. Поэтому, если вдруг вы не сильно можете в девопс, то будьте готовы, что придется гайды читать. Причем просто гайды в интернете о том, как на чистой виртуалке что-то накатывать, как-то что-то делать и так далее. Здесь настолько все дешево, что за эти деньги, конечно, техподдержку не оказывают именно по девопсным делам. Типа там, а диплойните мне мое нодовское приложение, они скажут, чувак, не понимай. Ну, во-первых, да, то есть, они не понимают. Но зато они очень хорошо быстро понимают и быстро реагируют на все остальные вопросы касательно хостинга. Именно то, что... Именно применительно к хостингу. То есть, если что-то хотите узнать, это все вам ответит очень быстро. И самое главное, доступно. Опять же, избитую скажу. Хорошо, SmartApe сказали, ubizign.ru slash SmartApe. Классическая ссылка, каждый раз говорим про них. Все есть в описании к этому видосу на YouTube. Или где-нибудь там, вот на сайте где-нибудь у нас найдите, например. Да. Пойдем к теме 10 золотых правил UI дизайна. Тема с UX паба. Я предлагаю ускориться. Мы самые интересные темки уже прошли. Все пропроведено. Сейчас локомотивом мы пройдем по тому, что осталось. UI дизайн. 10 золотых правил. Здесь, в этой статье, на UX пабе, они, собственно, собраны. Эти 10 золотых правил. Знаешь, я тебе честно скажу, некоторые правила мне даже показались недоступными моему мозгу. И ты мне сейчас их поконкретнее объяснишь, а мы просто вот будем, окунемся в первое правило. Проектируйте для плотности, а не для пикселей. Первое правило с UX паба. Если вы не знаете, плотность это количество пикселей на один дюйм экрана. Или PPI. И здесь, в первом пункте, нам говорят, чувак, ориентируйся, пожалуйста, на PPI. И здесь так замысловато написано, вычисление PPI и как, что, я даже не совсем понял. То есть, ориентироваться нужно не на то, что у тебя сколько пикселей на сколько пикселей. Допустим, если у вас iPhone 1200 пикселей на... 1242 пиксели на 2688. Да, iPhone XS Max. Здоровая лопата. Вот. Надо не на них смотреть, а на PPI, то есть на точки. Вот. Я правильно понимаю? То есть, это какие-то мифические вот эти вот точки. Уже у тебя по детям спрашивать, для деток. Какие-то вот эти вот придуманные. И на них надо ориентироваться, чтобы верстать. Правильно я понимаю? Ну, надо ориентироваться на плотность пикселей. Если мы ориентируемся на плотность пикселей, то на тех экранах, на которые кнопочка занимает физически меньше места, меньше сантиметриков, вот. Она все равно может занимать больше пикселей. Потому что там очень большая плотность. И она при этом все равно должна быть супер четкая. Ну, логично. То есть, мы же не будем просто скейлить, увеличивать вот этот вот объект, чтобы он плохо там замыливался. Нам надо просто его увеличивать, чтобы он был качественно и на iPhone XS Max тоже. Окей, пойдем ко второму пункту. В первую очередь на нем. Это же самая популярная трубка в России, в Челябинске. В Челябинске у всех. Второй пункт. Используйте шаг 8DP. DP – это не то, что вы обычно смотрите на других ресурсах видео. Это единица измерения, то есть сокращение от выражения независимой от плотности экрана пиксель. Иногда можно встретить как DIP. 8DP – это хреновина. Прям реально типа работающая. То есть, почему не 5DP, например? Причина, по которой мы используем магическое число 8, а не 5, заключается в том, что если устройство имеет разрешение 1,5х, оно не будет правильно отображать нечетное число. Написано на UXPub, а я, собственно, отсюда и зачитываю. Кроме того, подавляющее большинство современных размеров экрана делится на 8, что вращает надлежащее выравнивание ваших дизайнов на этих устройствах. И действительно, посмотрим, опять же, 1242 на 2688, как у iPhone XS Max, который у всех в Челябинске, делится на 8? Делится на 8. И опять не делится, например, на 8, а? Вот так что советуют нам использовать шаг 8DP. То есть, делать, например, грид 4 пикселя грид, а не 5 пикселей. У нас, кстати, чтобы ты знал, на проекте, где я нынче работаю, все 8-кратно. То есть, вы используете. Вы используете. Я причем не уверен. Кстати, наш дизайнер, Женя, он нас слушает. В смысле, наш подкаст. Я не знаю, регулярно или нет, но он был в курсе, кто я такой. Я не знаю, Жень. Напиши мне в телеге, ты умышленно на 8-кратно сделан? Или ты какой-то гайд просто прочитал? Или у нас дизайнер, он референс от какого-то там другого? То есть, просто интересно даже, да. Сто пудово. Хорошо. Третий пункт. Уберите линии и рамки. Здесь все просто. Посмотрите на то, что вы сверстали. И сделайте так, чтобы линии и рамки, которые вы уберете, облегчили этот интерфейс. То есть, вдруг какие-то линии и рамки нужны действительно в вашем интерфейсе. И куда их уберешь? Никуда. Но если убрать ненужные какие-то, вот как здесь, например, рамку серую, как здесь на скриншоте, то, может быть, станет легче ваш дизайн. Подумайте, посмотрите. Уберите линии и рамки, которые не нужны. Тем более, сейчас тренд все упрощать. Упростите ваш интерфейс с помощью вот того, что вы уничтожите такие элементы. Номер четыре. Обращайте внимание на контраст. Здесь, кстати говоря, просто вот контраст. Обращать надо внимание не просто потому, что кто-то там что-то там захотел, а это стандарт, стандарт, стандарт контрастности, который вот есть правило доступности веб-контента, VCAG, чтобы все слабовидящие люди, пользователи могли увидеть ваши элементы UI, собственно. Вот, так что обращайте внимание на контраст. На примере, собственно, placeholder, просто улучшили контрасту placeholder в поле для ввода. Цифра пять. Что-то арнул с поля для ввода. Поле для ввода. Цифра пять. Используйте знакомые пользователям стандарты. Не надо использовать кнопки, которые выглядят как автомобильчик с молоком. Пожалуйста, используйте кнопки обыкновенные. Урочник. Да. Используйте кнопки квадратные, круглые или, например, там с закругляющимися углами. Используйте такие кнопки. Вообще, мне это больше теперь кажется, что это не фургончик. Смотрим, это либо school bus, либо hammer. Ну, school bus это интересно, конечно. На hammer тоже похоже. Да, достаточно квадратно для hammer. Поэтому, да, не надо использовать странные какие-нибудь элементы. Используйте знакомые пользователям стандарты. Шестой пункт. Используйте цветовой вес, чтобы установить иерархию. Здесь показано хорошо на следующем скриншоте, что, например, цветовой вес корректирует заголовок и описание. Если у вас заголовок очень жирным, хорошим шрифтом, а описание более скромным, то каким-нибудь серым, например, а то черным, будет видно вес. Да, на странице. Все четко. Все правильно. И оттенки. А кнопка, например, синяя. Все классно, все замечательно. Но это мы и так знаем. Давай пойдем к седьмому пункту. Седьмому пункту. Я просто вклинюсь. У нас рекламная пауза. В чатике попросили сказать о том, что чатик – это классно. Я им там написал, что я пишу подкаст «Жрать хочу, как скотина». И они сказали, напиши, расскажи об этом прямо сейчас в подкасте и скажи, что чатик классный. Так что да, чатик классный. Ладно, идем дальше. Седьмой пункт. Седьмой пункт. Чатик классный. Восьмой пункт. Седьмой пункт. Старайтесь не использовать больше двух шрифтов. Блин, это толк. Я всегда это пропагандировал, да. Это логично, потому что, ну как люди, они же не могут запоминать больше, чем пять объектов, чем два шрифта. Не надо усложнять людям жизнь и себе, самое главное. Извините, что я ем шоколадку. Просто хочется. Ну, у тебя видно это на вебке теперь хотя бы. Номер восемь. Узнавать знакомое, а не пытаться вспомнить. Здесь классно, потому что узнавание – это хорошая практика, как написано на UXPub. Допустим, на странице оформления заказа я не должен помнить, за какие товары я плачу. Должен иметь возможность четко определить, какие товары я покупаю, и не пытаться это вспомнить. То есть не заставляйте думать вашего пользователя. Он должен быть тупорылый, как вот он есть. Надо, чтобы все запоминала ваша система. Историю там браузера, как вот здесь вот написано. Если вы браузер делаете. В корзине, чтобы все было показано. Значит, что покупает чувак. Не заставляйте пользователя думать. Это плохой. Bad practice. Плохая практика. Цифра 9. Не замедляйте меня. Написано здесь. Супер тупая какая-то цитата какого-то Рика Бобби. Рики Бобби. Вообще, восьмой пункт. Я просто, извините. Он до абсурда доведен в имейл-рассылках от разных магазинов электроники. Ты вот что-то зашел, посмотрел. И тебе через сутки пишут. Блин, чувак. Ты вчера смотрел робот-пылесос, но не купил. Иди купи. Кстати, вот еще роботы-пылесосы. И там вот все. И ты такой все. А, блин. Как быть? Или знаешь, ты купил, но не в этом магазине. А тебе этот. Купи робот-пылесос. И тебе как бы стрёмно становится. Я купил. Просто я в другом магазине уже купил. Ты выбирал-то в двух, да. А те пацаны тебе написали, а ты уже как бы предал их. Да, да. То есть это используют. До абсурда доводят, как ты говоришь. То есть здесь уже твоя память, наоборот, заставляют твою память вспомнить. Что было на прошлых выходных. Девятое. Не замедляйте меня. Здесь все просто. Не надо делать очень медленную анимацию. Кстати говоря, под очень медленным здесь написаны прямо миллисекунды. Не надо делать анимацию короче, чем 100 миллисекунд. Это разумеется. Это просто никто не распознает. Вообще была ли там анимация. А был ли кто-то мальчик или кто-то? Ну вот. Да, мальчик. Значит, но не делайте длиннее одной секунды, потому что просто будет очень все медленно. Ё-моё. Вот примерно в таких интервалах, от 100 миллисекунд до одной секунды, делайте свои анимации. Потому что пользователь тоже не хочет ждать, пока у вас выйдет там очередная ваша кнопочка. Надо все делать вовремя. И посмотрите сами. Вам вообще комфортно? Не комфортно. Дайте посмотреть другу. Цифра 10, то есть завершающий пункт UX-пабовской статьи, меньше значит больше. Меньше значит больше. И здесь просто про прощение. Всякий раз, когда мы добавляем на страницу дополнительную информацию, кнопки, текст, изображение, анимацию, иллюстрацию, она конкурирует с релевантной информацией. Если на странице слишком много элементов, их важность уменьшается. И поэтому вот здесь в пример приводится Google. Здесь Google поиск на google.com. Все очень лаконично и просто поле для ввода, твое любимое. А на Yahoo? На Yahoo, между прочим, тоже не дурачки, потому что поле для ввода-то оно достаточно выделяющееся. И очень нужны американские новости. Блин, наверное, знаешь, такое ощущение, что из старого гугла взято, там ровно этот синий цвет был. И ровно эта иконка поиска. Они стоили просто Google в Yahoo, да и все. И они... Блин, так тупо. Как будто это создатели статьи именно. Они не могли заскриншотить Yahoo, или он у них сейчас по-другому выглядит. И они его взяли и тупо старую гугловскую строку туда... Ну, блин, ладно. Тупо как-то выглядит. Я, кстати, решил что-то на Yahoo зайти. Мне интересно, у меня так же выглядит тупо или нет? Это вообще свежее. И, кстати, фиолетовое. Они такое чувство, что переделали поиск. Да я и говорю, оно как-то так выделяется странно. Погоди, у меня очень странное происходит, я тебе скажу. Вот зайди, пожалуйста, на yahoo.com. У меня первую секунду фиолетовый поиск, а вторую синий. Он при наведении синеет. Это на ховер. А потом... Он у меня... А у меня чуть-чуть он менялся обратно на фиолетовый. Он потом менялся, а потом перестал меняться. Да. Как-то странно. Yahoo.com, вы что? Короче, ладно. У меня тут сразу про Иран и Трампа. Ладно, выходим. Ну да, тут нормально. Пойдем, значит, к обсуждению, собственно, этой статьи. Как тебе все 10 пунктов вообще вот этого замечательных золотых правил UI дизайна? Как ты уже и сказал в пришел, EXPUP тупое говно. Ну, они как-то так, настолько неприщайка были, хвост эти все пункты. Они не связаны единой линией вообще. Согласен. Поэтому я просто скажу, что мой любимый пункт третий. Он настолько гениальный, он для меня явился откровением сейчас. Вот ты мне его сказал. И я понял, почему, когда я еще пытался что-то дизайнить, это было говном. Потому что я везде вот эти рамки, квадраты делал. Даже полупрозрачными цветами и так далее. И это так ущербно смотрится. Просто это сведо. Сразу как будто ты в 98-й попал. А вот когда без рамок, вот я прям смотрю вот этот скриншот, который здесь был. Под третьим пунктом. И настолько вот второй вариант выглядит лучше, что прям хочется по Пифагору кричать «Эврика». Потому что понял, что когда ты в ванну погружаешься, то твой объем вытесняет еще воду, как бы, и да. Ну, это хорошо, конечно. Я тебе скажу, да, третий пункт самый классный. Я бы тоже его выбрал. Но чтобы не повторяться, мне нравится про второй пункт, он практичный очень. Про 8 DP. Да и первый пункт тоже достаточно практичный. То есть это такие вещи, которые прям надо... Пункты про DP, они такие, да. Они хорошие. Пригождаются в жизни. Хорошо. Пойдем к следующей статье. Это статья про Тугодумов с Хабра. Это какая-то гиковская статья должна быть. На самом деле она очень жеза. Причем даже не столько для меня, хотя под меня писали статью, как это нам скинул наш любимый патрон. Еще в патроновском чатике я отрыл, еще в декабре он это скидывал. А я сегодня настолько не был тем, что я даже в патроновский чатик зашел. Фига. Посмотрел, вдруг там можно чем-то поживиться. Чувак написал свою тему. Это не перевод, ничего такое. Пользователь с ником NMivan. Или NMivan. А, Иван. NMivan. Николай Михайлович Иван. Ладно. Так вот. 23 минуты оправдания Тугодумов. Он... Блинский. Я случайно куда-то кликнул. Видимо... А, не знаю. В Hub HR Management я случайно нажал. Так вот. Он написал о том, что он всегда думал, что он тупой. Точнее, что Тугодум. Потому что он приходит на совещание. Все базарят. Его что-то спрашивают. Он ничего не может ответить. Тупит. Потом он выходит в совещание. Все еще думает про то, что на совещании происходит. И хоп. Ему приходит гениальное решение. Он его начинает предлагать кому-то. А уже говорит. Чувак. Ты где был на совещании? Мы же уже решили. И он работал в такой компании, в которой то, что решили на совещании, вот то и делаем. Все. Для того, типа, совещаний были, чтобы что-то решить. Тупо договориться, что все, делаем вот это. И потом дороги назад не было. То есть, если решили на совещании, значит, все. Впрод пошло. Вот. И как бы с точки зрения и автора, и, в общем, с моей точки зрения, это говно. Ну, то есть, должно быть место подвигу. Вдруг кому-то реально пришла какая-то гениальная идея после. И, в общем, и в целом, как бы ее лучше потом еще раз обсудить уже на новом совещании. Вот. Но хотя бы, если вдруг реально кому-то пришла какая-то гениальная идея, созываем новое совещание. И как бы уже этот человек, который я придумал, он и пытается защитить. Вот. А и здесь чувак говорит, что он на полном серьезе думал, что у него такая особенность, и он прям тупой. То есть, все могут что-то накидывать по-быстрому, хоп-хоп, у них быстро варит кукушка. Как называется-то это? Котелок? Котелок, вот, точно. Кукушка варит. Кукушка варит. Вот, короче говоря, у всех варит кукушка, а у него нет. У него она от это, от ее. И, короче говоря, все, вроде бы он начал посыпать голову пеплом. Потом он попал в другое место, в котором было несколько совещаний. Сначала совещание-постановка, потом совещание-обсуждение, потом совещание-еще раз-обсуждение, потом совещание-принятие-решение, и потом совещание-обсуждение-принятого решения. И ему на полном серьезе так вкатило Потому что на первом совещании он реально просто обдумывал Он слушал, что говорят, молчал Потом хоп, пришел, начал думать Ко второму приносит уже готовое решение И оно почти прям, ну, все такие Вау, нихрена, классное решение То есть их начали принимать И его стали ценить Он пришел к руководителю и прямо так и сказал Типа, чуваки, вот у меня 23 минуты Вот я думаю 23 минуты, а потом И выдаю прям офигенное решение Это я Офигенное решение выдал Подумал, принял решение Короче говоря, ему пошли навстречу Сказали, окей, чувак Мы видим, что твои решения, которые ты выдаешь через 23 минуты Они офигенные Поэтому мы так и быть Дадим тебе возможность такую Молчи на первых совещаниях, просто молчи Обдумывай и потом выдавай классное Вот, причем он тут даже пишет Что он иногда умышленно даже молчал Потому что если вдруг он пытался все равно что-то обсуждать У него замыливался взгляд, мысли И он все-таки выдавал говно Вот, потом он еще усугубил Он начал на первом совещании Котором все что-то обсуждали Он думал и еще и играл в телефон И ему вот такая фоновая деятельность Она сильно ему помогала сконцентрироваться уже на размышлениях То есть надо просто играть в телефон на совещаниях Да, да, это все именно об этом Он так жил последние несколько лет Потом начал читать книжки по работе мозга И понял, что, блин, он все делает правильно Потому что то решение, которое приходит сразу вот так вот вспышечно Это на самом деле необдуманное решение Это просто что-то из готового мозг подсовывает, чтобы не думать Вот Он, видимо, Савельева почитал И понял об этом Просто другое дело, что большинство решений на работе Они настолько тривиальны Что их и надо из чего-то готового принимать на самом-то деле То есть если мы принимаем решение, как строить инфраструктуру Не надо каждый раз продумывать архитектуру гениального приложения Ну как бы несколько есть дефолтных архитектур, которые реально работают И да, то есть я бы на самом деле этим не злоупотреблял Вот Это я что-то уже мнение начал свое говорить Хотя меня еще никто и не спросил Но, в общем, суть в том, что реальное думание, реальная качественная работа Она правда требует времени И просто придумать решение какой-нибудь супертеоремы и так далее Просто невозможно Связи так быстро не образуются в нейронной, в башке Осенение, инсайты, они могут происходить и через день Там после плотной еды, когда у тебя кровообращение пошло Ну не после, прям сразу во время еды, когда все ушло в желудок А нет, когда ты реально пожрал, у тебя много питательных веществ Пошло все в мозг в том числе И с каким-то там небольшим лагом образовались какие-то связи То есть у голодных людей обычно в другую сторону мозг думает Как бы пожрать найти, он ничего такого гениального не придумывает Поэтому Пушкин, он был гениальным поэтом, но при этом он не бедно жил, так скажем Поэтому у него и было время, так сказать, что-то творить такое Ну и, короче говоря, мораль в том, что, чуваки, если хотите думать, то надо реально думать И об этом на самом деле нам говорит ТРИЗ Теория решения изобретательских задач Там практически над каждой такой задачей заставляют именно думать башкой Шанс прикидывать и очки считать Не придумывать тривиальные решения, которые всплывают в башке сразу же Чтобы только вот уже что-нибудь сделать и не думать дальше А именно прямо продумывать, разматывать И тогда реально приходят какие-то классные варианты Ну вот, то есть как-то вот так Ну опять же, надо, кстати, у чувака здесь прям много кармы за это все Иван Белокаменцев его зовут НМ, видимо, все-таки я не знаю к чему Все Хочу знать твое мнение по этому поводу Я как-то сумбурно про все это рассказал Я все вкрапил, но да Я вообще все понял Мне кажется, что это зависит от какого-то, не знаю, тоже не то чтобы темперамента Но от чего-то такого, что... Потому что мне кажется, что остальные люди, которые там типа накидывают Вообще я накидыч То есть он тугодумыч Я как бы тоже не там не умный Но я вообще думать для меня это не мое Поэтому я бы наоборот То есть мне кажется, что люди просто делятся на несколько типов Вот такого обдумывания идей То есть для меня обдумывание идей я просто накидаю Короче, от того, что у меня в ту секунду пришло Вот, то есть каких-то... Я просто именно ассоциативыч И поэтому я, скорее всего, всякой хрени накидаю И после этого я уже... Вот эти вот идеи, можно их обдумывать, так скажем Вот Короче, но чтобы думать 23 минуты про чего-то Хотя на самом деле 23 минуты подумать любой может в принципе И не обязательно какого-то типа там Вот И может быть как раз-таки будет какое-то очень верное решение Вот Но, как сказать Я как раз-таки из тех чуваков, которые накидывают Возможно, надо попробовать посидеть 23 минуты Но если бы в офисе мы бы собирались То этот чувак бы 23 минуты думал Тихо в телефоне сел, играл А я бы в этот момент накидывал А потом бы он что-то гениальное придумал А я бы уже отвалился В этот момент Пошел кофе делать Ну, понимаешь Да, тут как бы Поэтому тактика повторных совещаний Это классно Вот, например Я когда у нас какой-то там рефакторинг затевается Или там переработка компонента Или проработка нового компонента Я очень часто первое обсуждение по этому делу Выношу на пятницу Чтобы мы обговорили Потом я всегда говорю Чуваки, давайте до понедельника это переварим все Вдруг кому-то гениальная идея в души придет Shower thoughts И так далее И будет прям круть И мы реально очень часто в понедельник обсуждаем И люди приходят с новыми интересными решениями Потому что у них было время подумать Вот И кто-то, конечно, приходит Ты хочешь сказать, ты еще делаешь? Когда мы что обсуждали Вот А я это сам придумал То есть я как бы просто Блин Мне Если речь идет о действительно важных вещах Ну типа там архитектура нового компонента Или что такое С чем потом придется работать Если сейчас это запроектировать говена То потом будет говена Нужно будет долго как-то Потом это в тех долг вырастет И все равно придется переделать Или каждое изменение будет очень долгое Такое прям Вот Лучше сразу сделать по уму Я именно вот такие критические моменты Я реально их выношу на обсуждение Чтобы было время подумать Никогда нету каких-то окончательных решений То есть всегда я готов Что-то переобсудить Еще раз переобдумать И переделать как можно Потому что ну надо делать Блин по уму и по классному Так что да Согласен Согласен Не вообще Еще знаешь классно что Ты говоришь вот пятница в понедельник Кроме того что надо обдумать Просто прикольно Вернуться к чему-то Что Можно еще порешать По поводу чего То есть вообще прикольно Вернуться и посмотреть Каким-то не то что другим взглядом А освежить для себя И вдруг вообще Ты такой Это вообще бред какой-то Если сказать Надо по-другому Или блин Нет наоборот Все-таки мы классно решили Здесь больше ничего не придумать То есть мне кажется Прикольно еще именно Возвращаться к каким-то вещам То есть вот это С понедельником С пятницы и понедельника Мне кажется ты гений В этом плане Спасибо Спасибо Но ты с накидыванием Тоже гений Потому что ты накидывая Стимулируешь Мозговую деятельность У думачей Вот у таких как Иван Белокаменцев И у них просто Тупо на ассоциативном ряду У них тоже могут образоваться У них нанизывается Да Согласен То есть это просто В команде нужны И те и другие И накидычи И думачи Вот И потом чуваки Которые принятие решений Которые будут Брать на себя ответственность Которые подкорректируют что-то То есть такие Умудренные чуваки Которые Да Ты действительно Гениальную хрень придумал Думыч Вот А давай еще Вот смотри Это опытный человек Да Который просто Уже Ну вот Увидел Даже если это новое Гениальное решение По Айвычу Которого там где-то нет Вот именно Этот принятие решений Он сможет его Чуть-чуть шлифануть еще И типа сказать Да Все Все офигенно Только делаем не белое А черное Все такие Вау Нихрена В натуре Черное еще круче Получается И все И получается Айпауэр Согласен Согласен Абсолютно с тобой Вот Далее Идем Идем далее У нас дальше Микро Реклама Нашего Патреона Как ты считаешь Давай Давай быстренько Давай быстренько Я смогу ли Отвлечься До До Паузы В смысле В уборную Ты пойдешь Да Конечно сможешь Я пока буду говорить А как ты считаешь Хорошо Говори То есть Мне что Стопать Или не стопать Ничего не стопай Я поставил маркер Я все вырежу Все твои звуки Просто и все Ну ладно У меня даже не будет звуков Но ты вообще Продолжай Да Я буду продолжать Расскажу нашим Уважаемым зрителям И слушателям о том Что есть такое место Patreon.com Slash YouWebDesign Это место Краудфандинговая платформа На которой вы можете Поддержать Ваших Любимых Инфлюенсеров Ваших Любимых Подкастеров То есть Нас Patreon.com Slash YouWebDesign Там есть разные Пледжи То есть Вы можете выбрать Какую ставку В долларах В месяц Вы нам готовы Давать За разные Доллары Вы получите Разные Награды И вот Самая главная Награда Я считаю Это Пришоу Это то Что получают Абсолютно Все патроны Независимо от того Сколько в месяц Вы заносите 1 доллар 5, 10 Или 40 Вот Вы получаете Пришоу Это целый Еще один Подкаст Тоже еженедельный Перед каждым Выпуском Сурового Веба Мы записываем Это Пришоу В котором мы Рассказываем Что произошло За неделю Просто делимся С Никитой Какими-то Новостями И в том числе С вами Вот Поэтому Вы можете Туда зайти Сколько вам В месяц Не жалко Тупо закинуть И уже получать Дополнительный Еще один Подкаст Он как правило От 30 минут До часу То есть он Меньше чем Суровый Веб Вот И кроме Всего прочего За каждую Ставку Там 5 10 40 20 Вы получаете Какую-то Физическую Награду За 5 Это стикер За 10 Это стикер Плюс Сигна За 20 Это еще Будет Футболочка И за 40 Будет Еще Супер Классная Штука Вы наверное Уже догадались Какая Мы в общем В целом Об этом Часто говорили И в подкасте И говорили Об этом На патреоне И вообще Везде Поэтому Да Мы их Обязательно Закажем Вот После того Как закончатся Сейчас праздники Мы уже Обсудили с подрядчиками Как все это должно Выглядеть Вроде бы Нас все устроило Вот Мы только Придем Забашляем бабки И будем ждать Уже непосредственно Когда сделают И потом будем Уже рассылать То есть у нас Такое После новогодней Подарочки Будут Запоздавшие Ну В Новый год Все равно бы Потерялось Где-нибудь А так Хотя бы До вас дойдет В целости Сохранность Я надеюсь До следующего Хотя бы Дойдет До следующего Нового года Да Patreon.com Слышки вебдизайн Место Где исполняются Наши мечты Потому что Вы там можете Нам денег дать Спасибо Да Спасибо Спасибо Хорошо Пойдем К следующей теме Что там Что там у нас Стал ли вебдизайн Проще с годами Да 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 Это На CSS Tricks Тема Крис Куэр нам Сообщает про нее Здесь просто Его размышления Не надо это Принимать за чистую монету Его размышления По поводу Что стало проще А что стало сложнее Вот за эти 10 лет В вебдизайне Он по частям разбирает Например HTML HTML Считает он Что 10 лет назад Что сейчас Абсолютно Одинаковый Что тогда Что сейчас Что изменилось Ну и HTML 5 Пришел Ну да Там Может быть Какие-то там Немножко Небольшие изменения В тегах Произошли Зато теперь Надо ставить Именно Теги Которые Семантически Правильные Стало Очень Нужным С приходом HTML 5 И поэтому Собственно Как там Что-то Чуть вроде Изменялось Но что Было HTML Что осталось Такой же CSS CSS Он считает Что стал проще Раньше Вообще В принципе Я вот В этом отношении С ним согласен Потому что HTML Ну действительно То же самое Но CSS Я с ним согласен Что стал проще 10 лет назад Как он пишет Я думал По поводу вообще Вот любого Любой написанной строчки В CSS Значит Как будто Хаки какие-то делаю Знаешь Как будто Вот это вот Так вообще Главное, чтобы не хаки Понимаешь Ну ладно Хаки это сейчас А 10 лет назад Хаки Вот И какие-то Как будто Я что-то вот Знаешь Магию какую-то Непонятно Вот это будет Так работать Тут или не будет И Спустя 10 лет CSS стал Каким-то Более основательным Таким Правильным И уже Более сложные Системы Делаются Соответственно Тем более Сейчас Кто на чистом CSS-то пишет Это никто особо Все уже Какое-то такое Стандартизировано Короче На CSS-е Пишут И Короче В общем Более Как-то стало проще Как мне кажется Поэтому все-таки CSS Стал Легче Стал легче Тем более С приходом Всяких там Различных Этих ваших Там Этих ваших CSS-грейдов Например Мало Ну да Они более Понятные Просто И Знаешь Ты еще не сказал Префиксы ушли В основном И это тоже Как бы Стало более Понятно А даже Если они Не ушли То появились Сякие там Сборщики Типа Пост CSS-ов Которые Добавляют Просто В общем И в целом Уже можно Их даже Не писать И не Запариваться Про них И даже Кто-то Наверное И не знает Что когда-то Они были Так что Да 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 JavaScript Вообще Здесь написано Что JavaScript Стал сложнее JavaScript Он Уже не Просто Тот Самый Язык На котором Типа Пишут Там Чуть Пописывают Как 10 лет Назад JavaScript Это теперь Такая Хреновина Которая Во-первых Обросла Супер Библиотеками В которых Там Надо Понимать Короче Так просто В этот JavaScript Сейчас Не влезть Это просто Отдельная Какая-то Такая Фиговина Блин Как говоришь JavaScript Все такие Ооо JavaScript Блин Это отдельный Уже мир Стал JavaScript Хотя Раньше Все Все Заканчивалось Definitive Guide Хотя Тоже Достаточно Большим Он и тогда Уже был Тысячу Страниц Плюс Вот А сейчас Это все Познать Кроме Простого JavaScript Надо Еще и Библиотеки Знать И вообще Короче JavaScript Хреновина Которая Стала Сложнее Да Хорошо Согласен Да Далее Домены Домены Просто Ни с хрена По Доменам Крис Корр считает Что все Так же Осталось Что там Как разобраться Что купить Какой Пейджбилдер Какое Что Какие DNS Что Кого там Как это Было Короче Непонятно Ни хрена Так и Осталось Непонятно Ни хрена То есть Доменная Тема Вся эта Она Осталась В принципе Для людей Которые Хотят Углубиться То есть Никак Не изменилось Вообще Для тех Кто Кто В девопс Могут Хотя Чуть Чуть Дальше Следуя Следуя За этим Хостинг По Хостингу Вроде Как Чуть Чуть Полегче По Крису Куэру Потому Что В принципе С хостингами Какие-то Чуваки Хостингеры Подтянулись То есть Какие-то Провайдеры Стали Классно Делать И Легко В одно Нажатие Разворачивать Все Стало Кто-то Так Остался На таком же уровне Кто-то Значит С кем-то Сложно Работать С кем-то Просто Поэтому Хостинги Они Примерно То же Самое Все У них Опять же Если вы Хотите Что-то Сильно Настраивать На хостинг Надо Углубляться Соответственно Это Значит Такие Же Труды Как И Были Десять Лет Назад Окей Далее Как Люди На самом Деле Делают Это Вот Такой Пункт Как Люди На самом Деле Делают Это Это Имеется Ввиду Вообще Занимаются Веб-дизайном И Очень Сильно Легче Считает Господин Крис Куэр Потому что Ну что Значит Десять лет Назад А сейчас Сейчас На каком Виксе На чем Нибудь Это Хоп 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 И ты Уже Веб-дизайнер Правильно Намного Легче Чем Викс Конечно Вот Это Сейчас Такая Микро Реклама Короче В общем Да Это А теперь Могут ли Люди Последний Пункт Могут ли Люди Делать Это На самом деле Делать Это И вот Именно Пункт Могут ли Люди Он тоже Стал намного Проще Потому что Здесь написано Здесь как бы Вроде бы Немного Противоречит Себе Крис Куэр Но здесь Написано Что типа Многие Чуваки Просто работают На реакте Например Но в итоге Не могут Несколько Страниц Связать Как говорится Между собой И Для них Это как бы Не проблема Они просто Работают Как бы Веб Разработчиками В своем Сегменте И для них Похрен Что они Не могут Веб Страничку Себе Создать Сайт Поднять На Вордпрессе Развернуть Им не надо Это Они знают React И Просто Просто Пишут На нем Это примерно Как сапожник Без сапог Ты вроде Как бы В теме Этого Всего Но когда Просто А что Ты вообще Делаешь Сайты Сделай мне Сайт И Все И не можешь Да Вот Примерно Как-то Так Но тем Не менее Вход Видимо Это Обеспечивает Более Простой Для людей То есть Люди Могут С разных Концов К веб Дизайну Подступиться И Делать Это Проще Чем 10 лет Назад Заниматься Этим Проще Чем 10 лет Назад В IT В IT Классическое Проще Чем 10 лет Назад Короче Вот это Все Хорошо Рассмотрели Криса Куэра Что ты думаешь По нему Потому что Сейчас еще Один будет Крис Куэра Надо Сказать Что по вот этому Крису Куэра Ты думаешь Да ничего Я не думаю Я с ним В общем и в целом Согласен Вот С одной Лишь Оговоркой Что я бы не сказал Что сейчас Это все проще Делать Из-за того Что сейчас Очень много Всего Это обескураживает И мне кажется Что сложнее Может быть Кстати Может быть Потому что Раньше Были Несколько Гайдов И он Тебе Подходил Ты там Какой-нибудь Накатывал Денвер Или какой-нибудь Супер Старый Веб-сервер И как-то Мог Худо-бедно Что-то Там Сделать А сейчас Это Столько Разных Сервисов Столько Разных Хостингов У них У всех Разные Панели Столько Разных Статик Сайт Билдер Это просто Какой-то Это космос Если ты не в теме То ты просто Вообще Ничего не можешь Сделать Поэтому Вот с этим Я пожалуй Не согласен Can people Actually Do it Мне кажется Much harder А так Конечно В остальном Вроде да Может быть Тоже В принципе Имеет место Согласен Что Как-то Это Ну такое Хорошо Следующая Темка Криса Коэровская Следующий Крис Коэр Его спросили А почему Мы вообще Используем .html Расширение Для файлов А не .html А? Вот почему Его чувак Спросил в твиттере И он такой Блин Вроде Не его Там Каких-то Adacto И CSS Тегнули Ну Он так На себя Взял Типа Блин Вот как Будет Короче Почему Действительно Мы Не используем html А только html И какой-то Чувак Тому Чуваку Который Спросил В твиттере Ответил Что вот Тебе Грит Из 94 Года Книжка Мануал С распечатанными Скриншотами Окон Там Винды Значит Где написано Что Вообще-то Для всех html Документов Которые Работают Под Дос Системой Вот Надо Использовать html Чтобы Наоборот Которые Не работают Под Дос html Потому Что У Дос Ограничение Что Только Три Файла Может Быть В Расширении Соответственно В Дос htm А В В Остальном html А Кроме Дос Да Кроме Дос То есть html Мы сейчас Используем Потому Что Мы Не На Дос Короче Окей Допустим И Тут Еще Кстати Написано Говорится о том Как Сервак Сервак Серверное Обеспечение Как оно Будет Работать С вашим Файлом То есть Какое Расширение Так оно И будет С ним Работать Соответственно Правильно Оно же Только По расширению Смотрит И Он Говорит Я вот Просто Возьму Это Крис Корр Говорит Возьму Значит Напишу Просто H1 Заголовок Кул Напишу В Текстовый Файл Точка Текст И Это Будет Просто Хреновина Файл Будет Просто Рендериться Как Обычный Текст В браузере Вот Если Я Как HTML Создам Этот Файл Он Будет Как HTML В браузере Вот Если Точка HTM В принципе Тоже Как HTML В браузере Здесь написано Если Точка Фарт А есть Такое Расширение Видимо Любое Я так понимаю Здесь Любое Подойдет Точка Любое Точка УВД Да Но Точка Фарт Тоже Хорошо Это Видимо Любимый Крискоровский Крискоровское Расширение Оно Будет Скачено В браузере Просто Скачено Просто Файл Будет Загружен Ну Вот И все В принципе Вот Такие Открысок Ора Новости По HTML 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 Если Начать Сейчас Делать Для DOS То Можно И В HTML Правильно Но Вообще Мы Должны Использовать HTML Ну Да Оно В общем Есть Такой Old School Feeling Когда Видишь Просто HTML Вот Я Правда Не знал Что Настолько Old School Но Тем Не Менее Хорошо Окей Может Быть И TXT Тоже Вместо Текста Именно Из-за Этого Уже Но Только TXT Прижилось А HTML Видимо Не Очень Прикольно Слушай Прикольно Прикольно Со Смыслом Последняя На сегодня Темка Вот Она На самом Деле Знаешь Такая Тоже Чуть Чуть Побазарить И все Потому Что Есть Такой Чувак Фрэнк Химеро И Он Именно Дизайнер И он Решил Заредизайнить Свой Блог И вот Даже Когда Ты Заходишь В статью Там Сверху Написано Что Сайт Редизайнится В открытую И он Именно Да Написал Что Он В данный Момент Редизайнится И Да Короче Говоря Он Говорит Я решил Что В общем И в целом Можно Ограничиться Тупо Одной Строкой Что Параграф Это Фонд Фэмили Джорджия Лайн Хейт Хайт Простите Полтора И Макс Уит 33 Ема И Говорит В принципе Любой Сайт Вот С Такими Правилами Уже Будет Выглядеть Офигенно Вот Он Говорит Конечно Если Вы Здесь Посмотрите CSS Этого Сайта То Будет Больше Всяких Разных Правил Вот Но Тем Не Менее Этих В принципе Уже Будет Более Чем Достаточно Я Сейчас Попробую Открыть Именно Тот Блин Так Что-то Не Открывается Ну-ка А вот Открылся С Коммандом У него Здесь Аж 500 Строк Разных Вот В том Числе Всякие Медиазапросы Там И так Далее Пейдинги Разные Но В общем В целом Не очень Много У него Здесь Стилей И Самое Главное Он Акцентирует Внимание Что Он не Использует Веб Шрифты Какие-то Красивые Или Что-то Еще Вот Это Знаешь Какой-то Отголосок Веб Брутализма Да О котором Мы с тобой Уже Говорили Вот Но В общем И в целом Блин Ведь реально Работает Вот Смотришь И И В принципе Офигенно Все Воспринимается Все Понятно Все Удобно Все Классно Красиво Вот Согласен Согласен И Ничего Не мешает Ничего Не бесит И Ничего Не замыливается И Вообще Да Причем Адаптивно Поэтому Вот Нужно Или вообще Такое Делать Сейчас Интересно В интернете Или нет То есть С точки Зрения Вот Мне кстати Знаешь Из-за того Что Вот эта Желтая Полосочка Сверху Знаешь Что я Помню Привожение iBooks Да Да Возможно Там Примерно Вот так же Там Ничего Нету Кроме Жирности Там Заголовков Каких-то И Что-то Такого То есть Там Примерно Настолько Плоско Это Все Выглядит Вот Мне Почему-то Как-то Прям Понравилось Я не знаю Как-то Так Наивно И Прикольно И Опять же К вопросу О том Как Даже Не Дизайнером Сделать Себе Прикольный Дизайн Да Вот так И Ведь Ну Никто Не скажет Что Говно Никаких Рамок Никаких Полосок Лишних Вообще Ничего Только Пробелы Ну Тексты И Все Да Согласен У тебя Что-нибудь Ты Хоть Что-нибудь Динькнуло Мне Очень Понравилось Мне Понравилось Что Чувак Наивный Реально Понятно Что С точки Зрения Наверное Маркетинга Не Каждому Подойдет Такой Дизайн Нету Места Под баннер И все Такое Конечно Да Но Вообще Классно Классно Мне Нравится Когда Нас Окунают В Веб Дизайн Прошлого Как будто Мы Опять же Играем В какую-нибудь Стратегию Где Нужно Начать Строиться С самого Первого Значит Самой Первой Эпохи Вот Дизайн Брутализм Да Кстати Чтобы ты Понимал У него Если ты Внизу Нажмешь Дизайн Стюрио В общем И в целом У его Дизайн Студии Работы Прикольные То есть Он не Дурак Он нормальный Дизайнер Реально Он понимает Где Че И как Причем Там Абсолютно Разные Работы И они Все Интересные По-своему То есть Вот То есть Это не то Что он Фрик Какой-то Это На полном Серьезе Он Именно Ну Такой Ну Он просто Подумал 23 минуты Ему пришло Это Вот Вот Сто пуду Скорее всего Так и было Да Ну че Переходим К Обойке Давай Давай К обойке Или К патроном Все таки Может быть К патроном Давай К патроном А патроном Бойка Я беру На себя Так и быть У меня открыто Просто уже У тебя рядом Да У меня Да У меня под рукой У меня в сафарях Открыто На другом Мониторе Как я уже И говорил Только 56 Из 64 Патронов Занесли Что-то Произошло Что-то пошло Не так Но я тем не менее Я напоминаю Первый подкаст Месяца Я всегда Зачитываю Тех Кто деклайнул Возможно Им станет стыдно И они Подтвердят Дальше 40 Долларовый Макс Огромное спасибо 20 Долларовый Иван Мерзавцев Какой-то Саня В скобочках Костя Ну он себе Сделал ник Какой-то Саня Это смешно Олег Цепеш Никита Ларк И Антон Шувалов Деклайнул Внезапно Ну ладно Бог ему Судья Да 10 Долларовый Графа Балмасов Дмитрий Казарцев Кеша Пуделев Далее по списку Не знаю А это чувак Похоже Это БДС Похоже Константин Русанов Ануар Балгимбаев И Алекс Яценко Самое главное Что Михаил Палмер Деклайнул Эх Он уже так делал И потом Докидывал То есть у него Может быть Реально там Какие-то эти Забыл Пятидолларовый Гладкий Точка БУ Титус Паша Погнали Антон Потапенко Трофим Дмитрий Перещук Геннадий Хатовицкий Нан Алекс Ефремо Петр Гаврилов Алекс Нью Бостон Иван Сухин Антон Савинчук Миша Хохлов Явеб Антон Заболоцких Тёма Фарт Илья Смагин Андрей Чиг Игорь Ли Альберт Караев И Эльмира Халилова Что ты так заорал Что Игорь Ли Альберт Караев Разделили Андрей Чига И Эльмиру Халилову Блин Зачем они это сделали Я не понимаю Ну вообще молодцы Что разделили Разделяйте ещё И влавствуйте Дальше Да И Сол Дж Деклайнал Причём он Всего-то в том В том месяце Стал И в том году И в том месяце Стал патроном Пятидолларовым И тут уже сразу Деклайнал На следующий месяц Прошлогодний патрон Да Прошлогодний патрон Также спасибо Шестидолларовому Сэму Белову Который К сожалению Деклайнал Но у него тоже С ним такое уже Случалось И двум Пятидолларовому Роме Фролову И Владимиру Анохину Чуваки Вы все очень крутые Спасибо вам всем Без вас Этого подкаста Уже бы не было Это не громкие слова Мне кажется Реально бы не было Ну конечно Особенно без попуски Да 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 Смотрите Попуски же и не было Да и Его не было Он в это Он на VD Games Он у нас спонсор Вот Так что да Ну да Окей Идем к обойке Что я вижу на обойке Сразу скажу Здесь Представлен столб Который сфоткан В фокусе Остальное В расфокусе То есть там какой-то Парапет в расфокусе Вот столб На котором Стикеры Приклеено Несколько стикеров Центральный из них С надписью I'm getting sad When people don't smile back И Здесь Можно в принципе Найти нас Найти подкаст наш На этом Ну-ка Я думаю Я думаю Что наш подкаст Я думаю Что наш подкаст Это Наш чё Наш чё Это Я вот думаю Думаю Сложно В этот раз Самый Ты каждый раз Сложнее и сложнее Я Я напоминаю Что ты то Вообще Просто белую картинку Кинешь То ещё Чуть Вот Блин Это сложно Хочется быть и не Манальным каким-то И вроде бы Мне кажется Наш подкаст Это вот эта вот Девушка Которая на стикере Иссо Точка Находится То есть мы видим Её красивую фигуру Издалека Её конечно закрывает Иссо Это темки про Эппл Вот Но в целом Они в принципе Перекрывают наш подкаст Да я согласен Они в принципе Перекрывают наш подкаст Но в целом Подкаст Он такой Он лихой Он лежит На пляже Значит Причём с каким-то мужчиной Мы видим здесь ноги Вот Да Но тем не менее Значит С попуской Скорее всего Значит Короче Но в целом Он вот такой классный Он вот такой классный И Такой Солнечно-летний Даже этой зимой Я так скажу Слушай А вот Мне кажется Что наш подкаст Это Шульплац Пробы штунды Унтер И вот Вот там А Ну Вообще да Возможно да Я вижу Это Бам Сэшенс Шульплац Номер 7 Или номер 2 Или Шульплац НР Ну короче Вот В том месте Есть На площади Шуля И есть Наш Подкаст Потому что Это какой-то Баймберг Дойчланд Конечно Конечно Ну хорошо Так что Чуваки Увидимся В Дойчленде Давайте Через неделю Уже Смешно Да С вами был Суровый веб 220 Меня зовут А мы Представились? Наверное мы Представились Не будем Представляться Заново Короче Увидимся Через неделю Пока Убер Алис Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...